доброе утро дорогие наши зрители наше большое почтение вам сегодня со стадиона берткара села барагонцы начинаем за вольная борьба второй день и часы первом круге начнутся учительные схватки ковре в игулан иванов и виктор яковлев игулан иванов и мегана кангаласский улус и виктор яковлев джиганский улус сегодня такая тоже погода судейская бригада решила что для всех будет лучше что борьба будет проходить в стадионе собрались самые стойкие самые фанаты вольной борьбы и схватка начинается свисток вода арбитром барашкова работает очень опытный арбитр 61 килограммы борцы игулан иванов и виктор яковлев стадии 1 8 финала вступили финалистам и они продолжают бороться за бронзовые медали оба прекрасно знают друг друга занимается проходит совместные сборы составе сборной команды нашей республики для командной борьбы для у игулана иванова это очень ответственная схватка почти 6 команд идут по первому дню те борцы которые вы завоевали путевки и выступают и за родную улус некоторые высоко произошли неожиданные схватки проигрыши поэтому сейчас 6 7 команд имеет все шансы победить и командном зачете по вольной борьбе борьба идет такая утренняя так скажем ребят еще видать и слишком осторожничает борьба идет за захваты срывы виктор яковлев пытается работать захватить привели руку с одной руки при удобном случае провести свою атаку в игулан иванов держит в контроле голову и сбивает постоянно но он с центра коврад первые баллы уже заработал своей вот действиями согласно правил более вступчивый борец получает наказание предупреждения более борец который ищет борьбу получает поощрительный балл но теперь уже у игулана устно предупредили да но правильное действие арбитра игулан тоже получив свое поощрение не развивает борьбу осталось всего 23 секунды в первом периоде и действий таких как мы хотим любителей борьбы увидеть яковлев напрягает но чуть-чуть сам не проваливается первый период закончился за счет 1 балла поощрительного который получил у игулан иванов от арбитра сегодня мы присоединяется наш дорогой уважаемый судья международной категории семён сергеевич акаемов и мы даем ему слово добрый день дорогие друзья сегодня мы продолжаем встречи вторых восьмых спортивных игр народов в яхутии по вольной борьбе и сейчас вы видите уже знаете спортсмен бой сегодня второй день наших соревнований и сейчас вот перед вами борется у игулан иванов и яхудев сейчас минимальным преимуществом ведет встречу у игулан иванов а дальнейшем как будет мы сейчас видим сами все вместе вот сейчас атака но атака не получат не получается у игулан во время встречает его и сейчас сам пытается тоже активно работать но пока таких ярких конкретных приемов нет вот погода у нас сегодня не очень теплая ветер временами усиливается вот сейчас остановили встречи и вот нам показывают что злой и шуткой да вот ты застоялся игулан и скорее всего наши 30 секунд дали сейчас ситуация поменяется кардинально так как по правилам вольной борьбе если виктор яковлев получит свой поощрительный баллон может выйти победителем остается минута 45 почувствовать о пропускает уйгулан это прочувствовал и использовал и обоюдные броски конкретно сейчас четко нам покажут какие баллы давали вот сейчас была атака у игулана и сразу последовал контрприем яковлева и вот сейчас под действием яковлев впереди два технических балла у игулана первый балл у игулана был но проход ноги у него был он проходил ноги а дальше вот получил поощрительный балл от армитра а второй балл с опасного положения а сейчас посмотрим нам наверно покажут повтор этих вот она прошел левую ногу вот проводится контр бросок прием с отрывом но сейчас по правилам вольной борьбы можно так делать и вверх поднимается в бой в запасном положении один балл да у игулан вышел вверх и впереди Виктор Яковлев наш опыт подсказывает что судейская бригада посмотрит но надо было реальный счет дождемся всегда принимает решение главный судья командированный с Москвы наш земляк Николай Дмитриевич Николаев сейчас он работает в федерации вольной борьбы в Москве большой должности постоянно работает главным секретарем заместителем главной судьи в российских соревнованиях арбитром международных турнирах чемпионатах Азии Европы так что очень опытный молодой но арбитр судья международной категории и арбитр и боковой судья это имеет тоже голос да да сейчас посмотрим решение подождем чуточку но до этого мы давайте расскажем как идет общий командный итог некоторых наверное интересует наверное сейчас определенно мы конкретно не можем сказать что такая команда идет впереди только нет такой они все практически все команды подготовленные очень хорошие спортсмены и идут прямо скажем пока определенности нету четко мы не можем сказать вот такая команда такого района города идет впереди они все показывают неплохие результаты и сейчас после итоговых встреч сегодня в течение дня определиться действительно лидеры наших команд вы правы сергей сегодня финалы 5 весовых категориях среди мужчин м это рекомен も времени с 1 2 3 2 а 2 1 Ну вот сегодня 5 весовых категорий среди мужчин и 3 весовые категории среди девушек, женщин пройдут финалы. И перед завтрашними четырьмя финалами сводная таблица будет сверстана. Но здесь по нынешним правилам места распределяются по заработанным баллам. И поэтому они вот когда утешительные бои идут, квалификационное занимаемое место определенного борца может меняться. Так как по правилам, если человек не заработал активными своей борьбой баллы, он может хотя бы после двух схваток тоже спуститься по месту. Счет пока на табло 2-2. Решение принято. Ну сейчас на табло четко видно. Ну еще балл Яковлев получит, наверное, скорее всего. Нет, табло пока не работает. Счет пока не изменился. 2-2. Остается минута 17. Ну, по борьбе более как бы напоростись. Видно, что у Игулана физически вот связкой уходит и выигрывает. Оу! Очень хороший бросок. Опрометчиво, да? Он на контр попался. Виктор Яковлева. Еще раз. Ты смотри, нож уже 10-2. Неожиданно, да? Использовал вот силу Уйгулана. Виктор Яковлев моментально заработал четырехбалльными двумя бросками. Восемь баллов. И счет на табло 10-2. На табло 2-10 ведет встречу Виктор Яковлев. И очень... Взрывной оказался, да? Он был очень красивым броском. Два раза четырехбальные броски сделал. Да, интересный бросок. Он при завязке руки правой. Уйгулан пошел в атаку. Вроде бы положение в ее сторону было. А в этот момент успел. На Мелеса идет, не получится. И счет. 30 секунд остается для Уйгулана. Здесь ситуация аховая. В сложной ситуации оказался Уйгулан. Опа! И еще четыре вала. Вот он хоржет. С задней подножкой, да? Да. Показал Кочерку и задней подножкой. Еще четыре балла. С захватом рук. 10 баллов. На вое отработал как следует. Ну и вот очень красиво. В красивом стиле. А вот боролись пять минут почти без бросков. И моментально после судейского решения Уйгулан пошел вперед. И это оказалось наоборот. На руку Виктора Яковлова. Вот сейчас посмотрим. Работает ногой очень хорошо. Все время с помощью работы ног он получил эти баллы. Отхват сделал Лошенко. Хорошо. А сейчас вот... Ну... Защипил, да. Атака была со стороной Уйгулана. Тоже помощью рук. Но успел перехватить эту ногу. Подбил его вверх. Да. И вот последняя атака. Вот это на загляденье. Показывает кочергу и... А, завалился. Завалился Уйгулан. Приятно. Ну, красивая победа. Первый. Ну, продолжает борьбу за бронзу Виктор Яковлев. Сейчас на ковре борцы весовой категории до 70 килограммов. Константин Ефимов и Вольтер Владимиров. Ну, оба борца тоже члены сборной республики нашей республики. Вольтер Владимиров и Константин Ефимов. Да, но... Они имеют право бороться дальше за бронзу. И при хорошем сочетании, ну, в борьбе окажут своей команде... Принесут своей команде победные баллы. Статистский. Ну, представитель Статистской и Горного Улуса вышли в ковер. Тоже техническая там... Ну, идет моросит дождь и ветер на ковер. И вот ковер-то, по-моему, мокрый стал. Поэтому... Давай скажем, скользкий. Скользкий, мокрый, поэтому вот чуточку... Нет, это... Наши волонтеры тоже героически работают, стараются, молодцы. Но борьба сейчас начнется. И вот Степан Скревин, арбитр наш, молодой перспективный арбитр. Сам Кинс Коулуса. И вот... Вольтеру Владимирову надо повторить свой успех. Он бронзовый призер чемпионатов нашей республики. Константин Ефимов. Борис очень такой всеобразный, очень интересная техника у него. Но на дистанции, да, начинает на дистанции. Средняя дистанция с блокировкой пальцев в рук. Но такая борьба не поощряется. Сейчас арбитры призывают их. И сразу же устное предупреждение за блокировкой. Показал, пошел ноги, но Ефимов ее встретил. Вольтера. Вот, Семен Сергеевич, как борец. Ну, вот, видите, атака-то была продумана неплохо. Но дальше она не разбивалась. Он его встретил, блокировал голова, плечи. И по этому положению они остановились. Но арбитр чуть подождал и поднял. Она, борьба, началась со стойки. Современной борьбе называется ложная атака. Потому что лучное замещание получил. Сразу пошел. Но Ефимов нагнетает, опасная зона. И ковер лучше почувствовал, да? Да. Константин Ефимов. Ну, это уже техническое действие. Она оценена в два вала. Ефимов уже ведет, вперед вышел. Вольтер сейчас найдет, скорее, свое обязанное. Найдет. Имеет такой опыт борьбы. Человек в борьбе уже несколько лет профессионально занимается. В таких ситуациях неоднократно бывал. Но он не спешит, пока не суетится. Еще полторы минуты в первом периоде бороться. Ну, старается. Пытается, пытается. Константин Ефимов заблокировал руку. В крепком захвате. Он с помощью двух рук за локоть. Ну, завязал руки и вот не дает... И отключил, так скажем, да? Да. Отключил. Отклик активных действий. Ну, надеется на два балла против Вольтера. Попытка, попытка была. Вторая попытка. Остается еще 47 секунд первого периода. Время еще есть. Это только начало. Первый период идет. Ну, остается где-то 40 секунд, наверное. Ну, не будем этот момент комментировать. Просто скажем, что иногда бывает такое, да? Ну, горячий парень. Сплеск там произошел. Ну, никто... Не пощеряется, конечно. И сразу же замечание предупреждено. Ну, арбитр правильно остановил, замечание дал. Предупредил. Аккуратно, корректно, культурно. Ну, скажем. Обоих предупредил. Да, успокоиться и бороться. А вот судейская со стороны правил, когда оба за неспортивное поведение получили замечание, но она не поощряется баллами, да? Нет, конечно. А, понятно. Но бывает, если очень грубо, то вопрос до дисфекации дойдет. А одинаково в счете? Если будет 2-2, тогда... Ну, счет тут не мешает. Счет тут... Причем тут счет, когда человек там ударяет, пинает, это уже совсем другой категории. А когда человек убегает с края ковра, выходит с опасной зоны, его же дают балл? Ну, правильно дают, но тут уже санкции уже идут более жесткие, конкретные. Это уже судейская коллегия решает эти вопросы. Вовремя... Ну, прошел очень хорошо ноги, и этот отработал свой... Ну, я бы еще хотел отметить работу ног Виктора на краю ковра. Успел переместиться, и когда раскрылся Вольтер, и сразу... Вот, очень четкая атака, сейчас подниматься надо. Ну, пока идет вязкая борьба, зацепился вот. Такой цирковой такой... Да, да, ну, сейчас, наверное, выйдет вверх. Нет, не получилось, наоборот, но... Ну, уже тут уже оценку дадут. 2-2 на табло. 4-2. Вот, будучи... Да, в оборону подействовал, тоже свои баллы получил Виктор Константин Ефимов, и положение такое же осталось, да? Да. Борьба идет без баллов от судей, все баллы технические, по 2 балла техническое действие сделал Ефимов, и 2 балла тоже своей атакой получил Вольтер Владимиров. 2 минуты осталось в борьбе. Ну, победитель выйдет в следующий круг, и еще один раз утешение будет бороться, и выйдет в финал. Вот, за бронзу. Два балла есть. И по последнему действию вышел вперед уже Вольтер Владимиров. Но есть еще минута 47. Время есть для Константина. Он нам уже доказал, что имеет в арсенале и контрприем, и проход, хороший проход в ноги. Вольтер еще атакует. Снова он за ноги. Да, получается. И 2 балла. 6-2. Ну, здесь бесспорно, да, застоялся Константин Ефимов. Пока не может, ну, видать, поднаелся маленько, и скорость пропал, и более опытный Вольтер Яков Владимиров начинает поддавливать. 6-4. Еще полторы минуты. Но опасно тоже Виктору Константину Ефимову сейчас вот слишком активизироваться, да? Вольтер может ее наказать за это? Ну, хотят. Оба хотят друг друга выигрывать, но вот действительно выиграет более-менее сильнейший, подготовленный. Вот сейчас бьет спокойно Владимиров, и ему спешить некуда. Вот сейчас уже время совсем настигает. Еще раз атакует, да, правильно делал, атака эта. Лучшая защита. Да. Футболе суть. Но борьбе бывает наоборот. Это положение, он выйдет наверх. Нет, пока нет. Но сейчас поднял. Вот он. Да, получает, да. Получает еще 2 балла. Два раза 2 балла. Ну, уже, да, за 30. Секунды Константину Ефимову придется сейчас придумывать. Очень сложно будет вернуть эти баллы. Тем более, уже сколько отрыв-то большой. А время-то уже идет. Остается. Непрерывно атакует бальдер. Ну, правильно делает он. Первым начинает атаку. И вот сейчас поднялся. Как говорят, прочувствовал соперника, да, и нашел бреши. И вот мастерство его позволяет прогуляться, рассказать, показать зрителям свою силу. Ну, и хотел, ну... Ну, бросок сделан. Ну, балл. Ну, да, дождался и победил. Явным преимуществом это дает ему 4 коллекционных балла. Техническая победа. Техническая победа. Молодец. Да. Как-то... Динамичная борьба. Вот очень много он приемов сделал. Особенно последний бросок. Поднял, поднял. Встал, поднял. И бросил на 4 балла. И очень хорошо прочувствовал состояние своего противника, да? Да. И появилось у него такие четкие движения. А в первом периоде попадался в контратаку? Ну, раскрылся. Дальние ноги не отпускает, переворачивает на 2 балла снова. И вот... Да, котелы глищами. Да, бросок в 4, последняя атака, которая отмененная 4 баллами со стойки сверху. Уверенно, очень уверенно, да. Сейчас борьба продолжится. У нас будет 74 до 74 килограмма категория. Айхалкерлада, Дюлустан, Татонов, скорее. В ковре. А у нас борьба идет... Игорь Петров, борец в Красном Трико, Аннабарский улус и Яков Павлов-Тампонский. 0-0. Это борцы 61 до 61. Тоже утешительная борьба. Выход за борьбу за бронзовую медаль. Полторы минуты. И арбитр... Ну, уже сразу видно, что арбитр начинает поддавливать, призывать активной борьбе Якова Павлова. Ну, уже один балл имеет. 30 секунд уже дали. И... Опа! Проходом в корпус... Павлов атакует. Дальше что? Вот два балла есть. Да. И тут накат... Накатил. Переворок накатом броделан. Игорь Петров контролирует. Свисток. Т-0. Представители Северного Улуса, привет. Представляют Анаварские и Томпонские Улусы. Ну, это Улусы в отдельных своих... Представители Ворум. Больные борьбы тоже. Что сказать? Один Виктор Лебедев, да? Да. Тампу прославил на весь мир. Только в Барсовском месте. Это российский мир. Духратный чемпион мира Виктор Лебедев. Это уникальный борьб. Вернемся к борьбе. 25 секунд осталось. 5-0. Петров старается в тесном контакте сверху, да? Активным захватом за предплечье хочет скорее сбить с равновесия Павлова. Но попадает... Павлов уверенно атакует. Ну, 5 баллов впереди. Время, по-моему, да? Время. Первый период закончился. И счет 0-5. Еще некомфортно ведет Яков Павлов. На арбитрах цели. Ариас, да. Ариас Павлов, тренер Томпонского улуса. Заслужный тренер республики. Вот сейчас на повторе нам показывает, техника нам позволяет, что делать. Рассуждать, обсуждать действия борьбов. Здесь могу сказать, что Игорь Петров имел момент, когда он захватил голову. Можно было бы там попытаться... Конечно. Все можно. Павло проходит быстро в ногу. Но сел чуточку. Ну, это сейчас все борцы так защищаются. Защищается. Но сейчас, видимо, за локоть захват. И вот все-таки... Почувствовал положение, Игорь Петров. Решил, что 2 балла лучше отдать. Конечно, чем 4. Да. Но сейчас сверху работает Павлов. На руках работает. Мы раньше называли такой захват Марией, да? А обратный захват, да? На ключ, на ключ. И хорошо. Вот сейчас переворачивает. Получится? Нет, не получилось. Встали на ноги. Никому не смог ногами подработать маленько. Ну, ведет 7, отрывом на 7 баллов. Скорее всего, еще 2 балла ему дадута и 0 может быть. Если Арсенели. Победивший выйдет... Победивший выйдет... Да, ну, утешительный сейчас. Победивший он уже будет претендовать на медаль, на бронзовую награду. Спартакеады народов Якутии, 8-й Спартакеады народов Якутии по вольной борьбе. И это, конечно, большой, немаленький успех у спортсмена. Ну, для нас, спортсменов, это 5-й. В борьбе 2 бронзы разыгрывается. Так, ну, 5-е место самое обидное. Конечно. Выходишь, бороться за медали, получаешь... Чуточку не хватило, да? Это спорт. Более подготовленный, более сильный. Тот и выиграет, поэтому тут уже... Игорь Петров почему-то... Якобы идет в атаку, боковой проход. Очень хорошо прошел ноги и дальше пытается подсадить. Но сейчас уже сам поднимется, наверное. Игорь защищается грамотно. И дает приподнять голову. Почти 30 секунд, почти. Ну, поднимается, поднимается. Потихоньку, потихоньку поднимается. Да, получается. Два балла. Упорно, настырно два балла получил. Это уже 7-9, наверное. 9-0. 20 секунд. Да, ну, морально согласился Игорь Петров. Понимает, что за 13 секунд... Вряд ли что-то можно... Леонид Николаев на ковре работает. Один из наших... Фактически отдает, скорее всего, один балл Яков. Но 9 уже, 9 баллов имеет... Ну, 3 секунды осталось. Со счетом 9-1 победу одерживает Яков Павлов и выходит в следующую стадию борьбы за бронзу. И если в бронзовом финале хорошо поборется, повторит свой успех, логично. Ну, на сегодня Яков Павлов своими вот техническими действиями оказался на голову выше. Ну, хорошо готов, чем Игорь Петров. Не дал никаких поводов сомневаться в своем победе. Ну, здесь... Ну, сейчас он потихоньку... Вчера Егор Пономарев показал, как можно уйти с такой положения, да? Да. С одной ногой оттолкнулся и оказался уже свободным. Освободился от захвата. Да. Поддавил голову и спрыгнул, как говорят, да? Ну, подпрыгнул... И надежда в этом турнире была... Константин Капурнов, Чаровчинский лучший. Да, Костя вчера хорошо боролся. Но посмотрим. Кирилл тоже проходит постоянно учебно-тренировочные сборы. А Константин занимается в центре в Чаровче. Ну, там ему хватает в этом веселой категории достойных соперников. Внук Константина Капурнова был такой очень хороший борец. Мы говорили, что он боролся ногами очень хорошо, да? Да, очень хороший борец, неплохой борец борец в свое время. Ученик Дмитрия Петровича Коркина, Чаровчинский спортивно-школьный интернат. Очень много таких талантливых борцов. В то время были братья Маркуновы, братья Захарова, Апанасий Захаров, Катановская, Нослика. Очень много борец, Сергей Скрявин, Василий Коголев. Если так вот считать, очень много таких талантливых. Очень хороший борец был в свое время. Учениками, да, учениками великого тренера, учителя Дмитрия Петровича Коркина. Вот сейчас мы смотрим борьбу Константина Капрунова, представителя этой спортивной школы Чаровчинской. И сейчас новое поколение спортсмена-боржукова. Да, внуки, правнуки, выдающихся тренеров и тренера и учеников его. Ну, в наше время фамилия Мордовской тоже звучала. Да, это тоже. Возможно, это тоже генназия. Но сегодня мне нравится Кирилл. Если кто-то физическому сильному, Константин, он пока не уступает. Счет 0-0, минута 20 уже прошло. Опытный арбитр пока никого не наказал, не поощрил. Ну, ведет, ведет, принимательно смотрит. Это арбитр международной категорией Нерлингри, Блеер. Атака Капрунова и сразу же пошло замещание, да? Да. Мордовскому дали 30 секунд, чтобы он исправил своими активными действиями. Ситуацию. В противном случае Константин получит поощрительный бомб. Минута остается в первом периоде. Технических действий пока мы не видим. Идет тактическая силовая борьба, контроль. Ну, здесь не только контроль, но и пытаются, ребята, нагрузить, чтобы мышцы соперника чуть-чуть, как мы говорим, забились, да? Напряглись, и в этот момент можно провести эффективный бросок. Остается 45 секунд. 0-0. Должен сейчас Костя получит свой бал от арбитра. Ну, арбитр, по-моему, уже показал. Ну, почему-то табуло опаздывает. Ну, сейчас исправят, наверное. Везде работают. Тем не менее, борьба идет очень... Вот, показали, дали Капурнову один балл, который он затерил. Ну, сейчас атака к краю ковра, пассивной зоне. Да. Не успел отойти, хотя я был уже предупрежден. Второй балл за уход с ковра, 2-0, 13 секунд. Сейчас, ребята, скорее, по опыту мы знаем, что здесь, ребята, просто свободно этот отрезок времени до тайм-аута, до перерыва. Вот работа секундантов. Давайте, Семен Сергеевич. Ну, тут табло работает, электронное табло. Нет, я имею в виду, вот, двое секундантов, кроме протирания, подноса воды, восстановления дыхания. Что можно за 30 секунд словами донести, ну, как бы, тактическую дальнейшую картинку нарисовать можно? Ну, много слов не надо, там, конкретно, на какой-то аспект, на какой-то момент надо указать, что ему делать дальше, это оставшиеся трех минутки. Конечно, ценные советы, это как умные люди говорят. Кириллу Мордовскому надо, ему же силу не добавится за 30 секунд. Ну, силу-то не добавится, но обязательно там, наверное, тренера-то ему дали, как дальше вести себя на ковре, как атаковать первым номером, наверное, атаковать в тактическом плане, видимо, завязкой, там, выведением сравновесия и так далее, моментов в борьбе, ситуация зависит. На рисунке, на рисунке, картинке видно, что Мордовской опасается атаки, но проводит активное действие. Ну, сейчас вот Константин-то вот ногой работает. Да, работает, вот руки, они оба скрестили. Опа! Опасно, опасно здесь. Да, он арбитр смотрит. Даешь мне разрешение, да, чуть-чуть поработать. Ну, вот это уже, по-моему, два балла, он же перевернулся. Посмотрим, как. Два балла, два балла. Да, молодец, Константин. Дорога! Но он побоялся, что, да, там можно против сустава, он посмотрел, и арбитра свиска не дал, и свои два балла выносом с опасной зоны, переворотом, заработал. 4-0. Поддавливает силой, да. Победитель уже выйдет на следующий круг. Это уже будет, в следующей встрече уже и решит вопрос медали. Вот, потом и ребята стараются бороться, ищут слабые места своих. Ну, здесь явно сильнее Константин Капранов, да? Да, очень, очень хорошо прошел, но дальше надо разбить атаку свою. Ну, вот, нет, не получилось. Работа над Кириллом Ардаско. Да, один балл, по-моему, да, борцу красным трепло за этот, бросок за ковер. Ахватом вытащил. Да, ну, типа такое. Поддавил, да, ногами. Руки были у них, оба завязки, как говорится, захвата. Еще минута, ну, молодец, Кирилл, пока один балл заработал, надо дальше развивать. Время еще есть, минута есть, минута, по-моему, да, и... 57 секунд, да, это минута, минута. За блокировки, за кисти, да, активно сейчас... Да, арбитр вызывает, чтобы активно боролись, и без блокировки. Отключил Кирилл Мардаско и правая рука Капранова, и начинает поддавливать в опасной зоне Капурнова. Капранова, да, ничего не получилось. Оторвался от захвата кости, ну, остается несколько секунд до конца. Константин, да, контролирует руки. Да, но он контролирует, он ведь сейчас ведет, поэтому... Оказывается, так, Кирилл старается все время ногой, да? Да, ногами их подтекать хочется, но вот... О, контрдвижение, но это время уже, это уже история. Напоследок, напоследок. Со счетом четыре выигрышных балла выиграл борьбу, утешительную борьбу Константин Капранов. И выходит бронзовый финал. Сейчас в этом ковре, ковре А, ждем Виктора Степанова. Вчера мы про него очень добротно рассказали. Виктор в свое время был призером молодежного первенства Европы, бронзовым призером России. И против него Борис Иннокентий Никаноров, горный луз. Виктор Степанов в этой весовой категории заменил своего друга Виктора Рассадина за сборную Среднего Колымска. Но по нашим инстандерским разведкам Виктор Степанов был готов к борьбе. Начал подготовку уже буквально полтора-два месяца назад. Это достаточно, наверное, подготовить себя к таким соревнованиям. Ну, Виктор, как опытный борец, ритуально зашел, протер свои борцовки, протер уши. Ну, опытный борец, и одной Н, и... Ну, если говорить о горном лузе, то тоже не подарок. Он же тоже... А физически сильнее, да? Да, и он давно тренируется. Ну, любой борец горного луза не подарок. Да. Горный луз нам подарил таких больших, великих борцов, как Герман Кантуев, как Александр Кантуев, как Петер Сеевцев. Да, много ребят там. Осип Михайлов. Но и старшее поколение, наше поколение, недавно, вот, один из отборочных этапов в горном лузе прошел. Конечно, там борца... Да. В имени Константина? Лентьева. Лентьева, да. Тоже очень хорошего борца. Виктор атакует. Атакует... Борис, история горного луза, скажем, по борьбе. Ну, давай, Иннокентий Никаноров, да? Покажи свое мастерство против Виктора Степанова, опытного мастера, имеющего очень хорошие титулы. Виктор свое мастерство показывал очень ярко на международном турнире первой категории. Еще тогда, по-моему, гран-при было, да? Да. Дмитрия Петровича Коркина всегда нас радовал. Но в ходе своего развития он зарабатывать стал в другой сфере. По-моему, силовик, да? Сейчас, если я... Ну, я точно не знаю, но он, естественно... Да, в одно время он, когда уходил с борьбой, работал силовая структура. 0-0. Но время быстро уходит, уже время летит. Недавно, 4 года, 3 года назад были мы в Амге, 8 лет назад в Фнансах. Но это уже история. Ну, сейчас уже восьмые игры. История, это, конечно, перемена идет быстро. Степанов один балл получил. Ну, это уже. Иннокентий Никаноров решил, что надо поддавить, нагрузить Виктора. Но активно не действует, да? Да, ученик. Ариана Павлова. Второй уже подряд. Ариан Павлов давно у себя на родине. В Тампонском глусе работаете. Много хороших борцов вышло. Иван Иванович Дмитриев работал. Вы знаете все, наверное, вот, двукратно чемпионы мира нашего легендарного борца. Биктора Леведева. Ну, родина, Тампонский глус. Очень много таких туланов. Проход много. Самообытный борцов. Ну, вот сейчас. Без балла. Атака, атака. И перерывчик небольшой. 30 секунд. Но Виктор Степанов-то прошел школу борьбы еще московскую, сосковскую знаменитую. Да, он в свое время там тренировался тоже. У Маргиева. Да. Анатолий Маргиева. Это один из ведущих тренеров России. Воспитаж Атар Султанова. Наша вечная компания. Да, олимпийского чемпиона. Анатолий Маргиев. Воспитал многих чемпионов призеров, олимпийских игр, чемпионов мира, Европы. Один из ведущих тренеров Российской Федерации. Да, всего мира его имя. Но мне эта борьба, в принципе, не импотирует. Потому что действий нет. На дистанции, все время блокировка. Степанов-контратака. Ну, вот это очень красиво, хорошо. Поймал, да? Да, поймал. Провалил и все. Провалил, вот. Заработал. Это опытом. Да, конечно. Момент не упустил. И вот сейчас накатил. Вот видите, вот. Ну, все дивиденды своих. Да, да. Одно движение. Видите, третий раз уже проводит, по-моему. Вот. Чуть-чуть не накрывает. Все физическая сила. Ну, чуть остановился. Но еще раз. Вот видите, это уже четвертый раз. Хитро поступил, да. Четвертый раз за обе ноги. Вот одна ошибка. И сына такой ошибки. Отдал 11 баллов Никаноров. И со счетом 11-0 победа держал Виктор Степанов, средний колымский УЛУС. Молодец, Виктор. Ну, Виктор-то, конечно. А функционально готов. Да, да. Он сейчас подготовил. Против очень сильной физической борца со своей скоростью. Ну да, здесь Иннокентий Никаноров пошел в атаку и попался. Вот оттуда, вот сейчас посмотрим, как вот накат, как хорошо взял захват. Как он подключил его совсем, вот поясницу, все. И идет, идет. Третий раз уже пошел. Здесь попал в опасное положение. Суточку задержался, но все. И сразу же перешел ноги. Да, и сейчас обе ноги, и вот выше колень, ну, в области колень, суставов. И вот это очень жесткий такой захват. И следующий, кавера у нас, и борьба, да, тоже один из самых, ну, тоже ученик, да? Да. Томпонский, да. Представьте, Томпонский, да. Олег Чернов уже, скажем, человек до мозга костей преданной борьбе. Сейчас воспитывает в своем спортивном клубе капсогоист. Ну, несколько видов борьбы там у него. Ну, смешанные виды борьбы, можно сказать, там, спортивные. Мастер спорта России Олег Чернов. Да. И против него борец с синим треху Артур Дяканов. Тоже средний Колумбск, да, по протоколу, да, средний Колумбск. Пока еще имеет свои боевые единицы в командном защите. Но Чернов здесь должен физически не уступать. Ну, техническом плане, физическом плане он должен. Да, всегда на ковре. Да, спортсмены оба готовы, подготовленные. Ну, здесь явным лидером будет Олег Чернов. Он будет вести борьбу, но у Дяканова посмотрим. Шанс всегда есть, да? Конечно. В борьбе всегда шанс. Всегда одна ошибка, может, вот в предыдущей борьбе мы видели, что приводит один провал. И ты уже потерял шанс бороться за бронзу. Но побаиваться маленько, осторожнейший Дяканов. Олег, хозяин центра ковра. Сейчас поощрительный балл скорее получит. Да, уже время, полторы секунды, минуты прошли. Время-то идет. Но вес такой тоже немалый, да? 86 килограмм. Да, да, ну, конечно, это ребята-то более-менее вес, естественно, больше. Но у них боевой вес-то, наверное, не 86, наверное, меньше, да. Для Олега это его вес. Потому что сейчас же по правилам провеса нет. Каждые два дня встаешь на весы, и опытные борцы сейчас не гоняют, можно сказать. Ну, 2 килограмма, чтобы посушиться для борьбы. Даже я знаю случаи, ну, не случаи, а Василий Гоголев, знаменитый трехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира, победитель игр доброй воли. В каком-то, ну, лет 25 было. Утром перед, ну, все как-то в гоночных своих непроникаемых. Ну, поселин не гонял без. Но он подсушивался. Он говорит, мне надо килограмм все равно подсушиться, чтобы быть в форме. Ну, естественно, вот и все. Я ему говорю, ты же недовесок. Он говорит, мне надо посушиться. Естественно, свои надо... И Олег тоже, наверное, подсушился. Себя прочувствовать. Тело. Своё тело. Это один из аспектов подготовки. И все равно, да, да. К слову, еще скажу, что... Понял. Да, утешительные схватки у нас потихоньку завершаются. Вчера пять весовых категорий было. Уже вес 97. И мы начнем... Начнется второй, ну, официальный второй день. И у нас сегодня четыре весовых категории мужчин. Здесь у нас получается 65 килограмм. 90... 79, 92 и 125 килограмм, да. Второй день бороться тоже бывает, да. Некоторые в первом дне переседают, а некоторые борцы второй день еще лучше борются. Так что накал сейчас всех бойцов, психологически, морально, и не только тренера, руководители команды, и земляки, все считают. Да, и всем понятно, что даже распределение, вот, пятое, шестое, это уже тоже имеет значение, и всем дают задания. Поэтому мы сегодня увидим и осторожную, но и такую рисковую борьбу, наверное, да. Будет рисковать некоторые. Если подготовка позволяет. Конечно, но в моменте риска всегда должно быть в определенном положении, да. И сейчас Олег минимальным счетом ведет. Ну, он полностью доминирует в борьбе. Дяконов, по-моему, даже согласен. Сейчас посмотрим, как дальше будет. Ну, Артур-то может, да, может последнюю секунду искать счастье, да? Естественно, конечно. Простоять пять минут, и можно, да, активизироваться и своими скоростными качествами. Провести такой бросок, прием, это всегда можно найти ключи, да. И оставшиеся есть минут бегать, да. Вот сейчас Олегу надо чуточку... Да, обезопасить себя. Да, собираться там как следует, да и надо делать атаку, прием надо провести. А пока он... Да, оба борца как-то не очень... Согласны, да? Да, не очень активно борются. Ну, естественно, напряженность есть определенная там ковырье. Ну, задачу Артур, наверное, уже выполнил. Он в десятки, скорее всего, попадет, если он в первом круге получил какие-то баллы. Ну, чуть выдерживает. Но для Олега-то, для города... Опа! Хитрый! Да, вот очень сильной атакой, и вот видите, как... А мы с тобой угадали. Вот видишь, как бывает. Ну, минута есть, для Олега минута есть. Что-то просит Артур Яконов. Ну, кубик просит. Кубик, кубик просит. А, просит четыре... Нет. Три, а, за... Три они еще. Да, два балла, да, не... Ну, это не принципиально, потому что последнее действие остается... Может остаться за Олегом Черновым, и два балла ценен, и этот может принести ему... Ну, уже это... Уже лишнее напряжение, вот это... Он для себя создал... Черновым. Скользко, скользко. Ну, там... Бегать-то, 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 моросить. Ну, сейчас нужно... 38 секунд. А дальше... О, да, вот он, вот прошел. Рассердился Олег. Четыре-три. Молодец. Спокойный русский богатырь очень... Но он знает якутский язык, наши традиции. Он тампонский может, представитель, тампонскую. Там он живет, родился. Но сейчас в городе живет, работает. Там учился, конечно. Да, мы предугадали технические... Но еще 17 секунд есть. Да. Давай, вот... Напрягаться Артур, он может. А, ну, контратака, все. Нет, время-то есть. Напрягается, поднимает голову. Время. Вот, видишь, очень опасно. Три-три, но на классе победу одержал. Вот минутная какая-то вот надежда, что можно выиграть молодого борца, да? Да. И пропускает атаку. Интрига была хорошая, да. Тренера, как мы думали, тактику поставили для Артура. Так, он воспользовался этим, но последнее слово оказалось за Олегом Черновым. Он улыбается. Ненужное напряжение было. И вот это движение. Да, ну, активно бедром пошел, корпусом, да, завернул. Ну, и здесь без вариантов защиты. Провалился. Удивил. Да, сам себя карает, что такое, я так пропустил. У нас погода, так скажем, влажная, моросящий дождь, ветерок маленький, и... Опа, сразу видно. Да, коррективы какие-то будут, этот. Одна восьмая финала, очень боевой вес для нашего народа 65-65 килограмм. Лебедя Потапов. Это одна восьмая, сегодня первый раз вышли борцы. Ну, сегодня уже начали. Опять Тампонский. Да, да, да. Опять Арьястов. Ну, молодец. Он не отходит от края ковра, просто его ученики молодцы, да? Ну, команду подготовились. Максим Лебедев и Иван Потапов. Отличный. Потаповская атака. Верхоянские борцы тоже показывают в некоторых весовых категориях хорошую борьбу. Ну, лидер Айсен Потапов скорее. На Лебедях здесь контроль стопроцентный. Захват, рука, голова. Да, отключил, да. Классический, такой контролирующий. Ну, понятно, Виктория Барашкова не согласна таким поведением. Она считает, что все-таки коррективы надо внести в судейство. Скользко. Маленько скользко, скажем. Ну, волонтеры работают, оу, как на катке. Колены и ворсовке не держат, и поэтому баллы не даются. Тут дождь моросит, конечно, ветер туда заносит. Да, заносит. Потапову дают балл. Три балла. Да, ну, здесь баллы такие за вынос. Ну, это хорошее. Первая трехминутка закончилась. Три минуты. Вот сейчас мокрое. Сейчас волонтеры, наверное, там поработают. Да, поработают. Вот уже бегают дети, да, очень молодцы. Ну, на борце, да. Борцы, наверное, скорее тоже чуть-чуть надо в середину борьбу вести активную, да. Ну, тут бездельно мокро, потому что этот ветер-то сильный. Она боковой, да? Да, боковой, поэтому дождь-то идет. Ну, условия для всех одинаковые. Ну, одинаковые, одинаковые, равные. Ну, вот видите, как катки. Хочет остановиться. Да, редко мы видим такие кадры в борьбе. Хочет остановиться, она не может. Ну, и борца тормозов нет. Счет 3-1. Второй период. Вес 65 килограмм. Одна, восьмая. Хорошая атака, да, хорошая атака. Вот ноги. Потапова активно защищается. Хочет заторжать. Ну, чуть поднимается. Да, разорвал. Разорвал, да, провалил. Да, и сам вышел. Очень грамотно защитился. И тут уже перекат. 5-1, пока Лебедев активно ведет борьбу. Ну, здесь, сейчас, вот верхним захватом все стараются полупрогибом лампочку сделать. Да. Ну, старший брат Устинов этот прием. Герман. Герман Устинов, да. Ну, в России даже больших мастеров мучает. Ну, сейчас крупным планом показывают верхоянских тренеров. Это председатель спорткомитета верхоянского улуса. Юрий Старостин, один из ведущих наших борьбов. И больного их обшагая. Завязка пошла. А теперь, а тут уже, ребята, среди колумбского улуса. Нет, тампонский. А тампонского улуса, вот там смотрят. Лебедев выходит вверх. Да, да, да. Обоснованно. Ну, да, активно свои действиями получает еще два балла. Время есть, полторы минуты еще. Счет 6 выигрышных баллов у Потапова. Три пока у Лебедева. Да, секундант активно работает. Бывают разные секунданты, да. Некоторые сами, как в борьбе. Температнее, ребята. Вот два балла снова. Проваливай. Да, провалился. Лебедев. Лебедев. Потапов с 8-й балл. Что-то у нас в якутской борьбе, в контратаке, в портере мало продемонстрируют, да. Да. Клещи, высады. Раньше же все это делалось. Ну, сейчас вы... Накрывание часто, да. Работа ног активная была. Вот и как бы коленом, коленом суставом тоже работали. Вот защита обычно удерживанием захвата, перевороты. Но у нас пассивная защита. Берут за кисти и упираются коленами. Защищаются от наката. Снова, видите, что вот сейчас защитился, вовремя встретил. И сейчас хочет выйти назад, за спину. Опять не получается, потому что он ногу-то не отпустил, по-моему, захват. Восемь-треть, тридцать шесть секунд, но для Лебедева, для Тампонского луса пока без вариантов. Ну, не все могут победить, да? Надо топ. Сдался. Просто времени не было и не стал активно защищаться. Но это тоже плохо. Ну, уже время, он табуло видел, наверное. Мог получить два коллекционных балла. Часто получил один за проигрыш балла. Молодой парень, наверное, вовремя не подсказали. Не подсчитал, наверное. Ну, у нас бессменный голос вольной борьбы, спортивных игр. Лично командная первенства Республики имени Тарского Александра Васильевича Кёрдюгена вызвал на ковер мастера спорта международного класса, один из лучших действующих борцов Верхнего Ильичского луса, синего угла Нюргуна Александрова. Против него выйдет студент Северо-Восточного федерального университета Алексей Данилов. Вот пока еще готовится. Нюргун год 5 назад 261 очень хорошую борьбу показывал. До этого и 57 хорошую борьбу показывал. Он постоянно участвовал в Ярегинском турнире, в Корскенском турнире, в чемпионатах России. Но самая хорошая искрометная борьба была в юношеском возрасте. Он обладал такой всеобразной техникой, капсагаек, можно сказать, но он работал очень обивами, перемещениями, сбиваниями. Многих знаменитых ныне спортсменов побеждал в своем юношеском возрасте. Но Нюргун упорно занимается вольной борьбой, профессионально. Он состоит в центре подготовки спортивной, счет 0-0. Но Данилов, Алексей Данилов-то, борец тоже всеобразный. Он мог бы за свою родную улучшить, но, говорят, его не отпустили. Сказали, что ты железное, должен принести железные победные баллы для университета, так как ты там учишься. Ну, правильно, с одной стороны, он тут по положению-то разрешается. Какую команду он определенный, он в основном составе своего университета, поэтому-то его не отпустили, наверное. А многие председатели спорткомитетов говорят, жалко, что университет в этом году внезапно решил поставить свою команду по вольной борьбе. Но университет имеет огромные традиции, не обладатели, все лучшие из лучших обучаются в нашем университете имени Максима Кировича Амосова, поэтому тут претензий никаких нет. Уходом в Москву в работу Николая Дмитриевича в университетах, но раньше в университет одно время, во время пандемии не ставил команды по вольной борьбе, и в этом году решил поставить. Ну правильно, в то время был карантин и так далее, запреты, очень много было, поэтому... Значит, тогда будем говорить, что председатели спорткомитета ложную, как скажем, имели надежду на свои выходцы. Ну, это уже лирика, это уже история, уже сборная команда университета и Алексей Данилов не согласен с контрдействиями, пока он ведет борьбу в центре ковра, поддавливает. Балл получил, он впереди. Как-то... Ну... Нюргун и пока спокойно, да? Ну, спокойно, как-то, я бы сказал, даже вяло как-то в нашей борьбу. Это очень мягко сказано. Ну, сейчас... Ну, отходит, да, чуть-чуть отступается, делает шаг назад. Надо собираться уже... Остается 38 секунд до первого периода, но борьба такая, позиционная. Да, все время Алексей поддавливает. Да, атакует, атакует. Ну, молодой орбитер замещание ему делает, остается 17 секунд. Пошел вперед на последних секундах Нюргун Александров, он мастер спорта международного класса. Вот, хорошо подсечку делал, но до конца не получилось, но это первый период закончился. Нюргун Александров баллов не имеет технических действий никаких. Ну, после перерыва частные ребятам дадут, что как дальше бороться в Казани. Я бы откровенно нагонял, дал бы. У каждого тренера, представителя есть своя методика насчет этого, поэтому может кто-то догоняет. Все правильно, видать, по рисунку он выполняет пока Алексей Данилов установки тренера. До тренера, но посмотрим, еще три минуты, ничего не потеряно, борьба такая спокойная, шансы одинаковые. Ова не против верхней стойки побороться, да? Да, ну... А наш токанек в этих веселых категориях проходы? Проходы... Возможно, сейчас будут, покажут нам активную борьбу. Ну, а может, вот и влажная поверхность ковра не дает чувство опоры. Ну, сейчас... Осторожней, да? Остранились. Дадут. Ага. Ну, дали 30 секунд. Это в пользу Нюргуна Александрова. Да. Ну, Александров спокойно ведет, он как... Опытный бой. Ну, больно, ну, сейчас уже посмотрим, как будет дальше вести себя, он как-то чересчур спокойно что-нибудь. Нет, он человек такой, у него манера такая, все так, всегда так говорим, но он такой. Это, ну, как бы характер от природы. Две минуты. Да, тут чуточку... Ну, минуты уже есть, наверное. Две еще есть. Вот, 300 секунд есть, и один... Пока ведет... Ну... Вышел... Оба, сбил, но не получилось из этого дивиденда, Данила. Надо развивать. Нюргун проснулся. Верхний контроль за Нюргуном Александровым, мастером спорта международного класса, но очень хорошие действия, пока у Александрова Данилова не дают Нюргуну никаких шансов на бросок. Все блокируется, все разрывается, атака Нюргуна, проход боковой. За ноги, ну, захват отпустил. Борьба пошла, да, на последние минуты, борьба пошла такая уже силовая. Руки делает вниз, но тоже как... Вариант. Вариант, да. Ну, хочет, хочет провести... Пройти в ноги или как другой прием какой-то сделать. 40 секунд остается, но одинаково. Здесь победителя определить. Пока только вот последними предупреждениями преимущество маленького Нюргуна Александрова. Но Данилову сейчас опасное положение. Надо выиграть, но рискнуть тоже, да, попасться. Пошел, 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 пошел. Он навязывает свою борьбу, вот. Да, поддавливает маленький. Да. 13 секунд. Буквально минуту назад было все в пользу Данилова. Данилова сейчас... Оп. До беремя уже все. Вопросы решен. Ну вот, да. Оказался прав Нюргуна Александрова, мастер спорта международного класса, что можно пройти еще один круг вот такими, с такой рациональной борьбой. Счет 1-1. По последнему предупреждению в следующий круг выходит Нюргун Александров. Ну вот, это 265 очень интересен. Каждая пара, вот 16 борцов, и каждый из них уникален по-своему. И Александр Рассадины, и Семен Владимиров, и Петр Парников, и... Антонов. Айхал Антонов же у нас еще есть, да? Свежий. Бронзовый призер. Бронзовый призер чемпионата России. Эдуард Григорьев, Георгий Кричкин, Афанасий Виндзел, Владимир Кривошак. Ну и здесь проходный. И Андрей Беркореневич уже. Да, это весь звездный. Звездный очень. И как бы по силе, да? Все такие. Вот, да, бронзовый призер ведет пока. Георгий Кричкин, Эдуард Григорьев. Георгий Кричкин по молодежи же чемпион Европы. Мастер спорта международного класса. Ну и историю у Айхана тоже я расскажу. В свое время, это лет 6-7 назад, у Айхана в жизненной ситуации была трудность. И он пошел работать строителем. Ну и целый сезон работал, работал. И перед Коркинским турниром, заработав деньги, решил пройти трехнедельный сбор. И в этом турнире он тоже очень успешно боролся. После этого начал, возвратился в вольную борьбу. И в этом году стал бронзовым призером Кызыли в чемпионате России. Это наилучший результат. Но в свое время по юношам и по молодежи Айхал имеет тоже достойные результаты на уровне Российской Федерации. Сейчас 4-0. Он впереди еще и балл получит. Сейчас, да, балл получает. Пятый балл от судьи. Еще минута 48. Бороться в первом периоде. Да, до конца. Но пока... Ну, ведет Антонов. Александр Иванов со сборной. Очень молодой, перспективный борец. На руках борется, ребята. Ну, отталкивает. Нет. Хотел пройти в ноги, но не получилось. Сейчас в захвате он. Ну, Александр Иванов в прошлом году Романа Димитриева очень хорошо себя проявил. На турнире. Да, на турнире, да. Но пока молодость ему не помогает, а опыт Антона, ну, это Айхала Антонова. Ну, достойно проигрывает, да, 5-0 или нельзя так говорить? Ну, конечно, нельзя. Достойно проигрывать турнир не надо, наверное. Ну, что поделось, и в спорте... Ну, он совсем любый в виде спорта всегда побеждает. Ну, я думаю, что у Александра Иванова впереди победы. 35 секунд остается. Вот хороший перевод, перевод. Дальше что? Да, сейчас дальше что? Вышел назад за спиной, и, конечно, это дававало. И вот портирован будет, видимо, тоже снова будут нам показать. Да, тут опасно, уже скользко, поэтому вдруг накроет. Останется вниз, это очень опасно. Я тоже, ну, позволю себе сказать, что вдруг тоже слово не очень хорошее. Да, лишний раз рисковать тоже. А вот сейчас атака очень интересная, но просто вышел как. А, да. Фактически... Ну, и время, по-моему, закончилось. Дал шанс Иванову выше, да, стать в квалификации, проигрыш по баллам, оценится три победителя, один балл дается проигравшим. Ну, достойно прошел нововоспеченный бронзовый призер Российской Федерации Антонов Айхан. Следующий круг. И здесь два международника. Ныне Эдуард Григорьев, борец синим трико. И Георгий Кичкин. Два международника. Следующий круг, в следующей борьбе будет. Вот Георгий, видимо, ныне представляет сборную Польши. В этом... За сборную Польшу принес несколько медалев чемпионатов Европы. Его боевой вес 61, но в Олимпийские годы он борется в 65. И Георгий Кичкин тоже в свое время подавшил очень большие надежды. Он чемпион Европы по молодежи, мастер спорта международного класса. Борец борется за Амгинскую ось. Георгий Кичкин. Георгий Кичкин защищает свой титул. Он в Амге первое место занимал в этом весе. Но два международника, Семен Сергеевич. Да, два ведущих борца этой весовой категории есть. И на первый круг Шребий их свел между собой. Ну, и будем встречать, как будут пройти до... Эдуард Григорьев чемпион тоже мамского. В шестых играх я ему лично вручал часы 500. Мы с Семеном Дмитриевым, первым сборником борцов с Якутии первого поколения, решили поощрить приз имени Семена Дмитриева. Да, и мы долго, ну, недолго думали, Семен говорит, уже депутаты дарят эти часы, а наша мама говорит, нет, часы дарить нельзя. Ну, поверь, такое было. Семен настоял. Говорит, Семен, езжай в город, не жалей деньги, купи хорошие часы. И я пошел в столовню 500, купил хорошие часы. Потом Эдуард меня благодарил, ну, через 5-5 часы я носил, говорит, и до сих пор носил. Тоже приятно, да? Конечно. Такое возможность мне дало телевидение сегодня рассказать об этом. Насчет первого вала, ну, выносом получил. Ну, мокрый, мокрый, поэтому, да. Нет, если объективно сказать, Эдуард физически сильнее, но по борьбе Георгий тоньше, наверное. Ну, посмотрим. Тренера всегда говорили, что Георгий очень чувствительный, мышечные, ну, такой у него особенности. Но он в свое время очень много гонял вес. О, это нелогично, невынужденный. 2-0. Да. Минута только прошла, и 2 таких. Вперед идет Георгий. Решил, что пусть и... Опа, атака. Атака идет хорошая. Тема хорошая, Эдуард хорошая. О, ну, прочувствовал красиво. Просок кончил очень. А еще, да, 4 балла. Должно быть, он на обычном ключе, интересно, но... Вот прочувствовать человека, когда... В противоходе поймалось, быстрый такой, да, бросок, и аплитудный. Ну, почему-то у нас... 2-2... Два балла, но... Амгинцы пока не протестуют. Вторая действия, наверное, не законченная была. Эдуард Григорьев ищет счастье в нижних проходах, а Георгий... Очень... Ну, не напрягается, да, Георгий сильно? Силовую борьбу не ведет, он, видать, и... Ну, много движений руками, вот, видите, вот, очень хорошо чувствует, встречает вовремя. Контролирует. Да, контролирует соперника. Ну, и ищет, ищет свой... Да, к сожалению, я сегодня не угадал формы одежды. Вчера здесь я потел, сегодня что-то... Прохладно, да? Прохладно, борцан тоже, наверное, прохладный. Конечно, такой сильный ветер. 17 секунд, 15 секунд осталось, счет 2-2, но по технической идее... Ну, сейчас вытаскивает, выталкивает, ищет... О, молодец, не стал. Да, очень хорошо. Да, сбил и получил 4 балла, уже... По техническим действиям вперед выходит для Эдуарда Григорьев. У ребят опыта в боях хватает. Да, опытные ребята. Ну, да, это вагон и тележка опыта. Пройти с такой... Несколько чемпионатов и урока, и мира. Участвовать в отборочных соревнованиях для выхода в Олимпиаду. У Эдуарда Григорьева опыт по молодежи, да, участия в чемпионатах России, чемпионате Европы, победах в чемпионате Европы. В очень молодом возрасте получил звание мастера спорта международного класса. Красивый выбросок, да? Да. Но почему-то не... Борьба продолжается. Ну, это повторно. Показали, как... Ну, сейчас уже... Эдуард Григорьев получил. С другой ракурса, да? Да. По-моему, другого ракурса. Здесь несколько нюансиков, оказывается, есть. Не просто так было. Борьба 6-2. Еще минуты две, 30 секунд бороться, но поддавил. Да, да, да. Сразу же первые секунды поддавил и заслужил свой счет. Два балла. 6-2 уже. О, на экране Кирилл, старший нас, товарищ, бессменный тренер, преподаватель. Один из лидеров тренерской работы, Чуровчинская, Кирилл. Николаевич Захаров. Многократный чемпион, да? Да. Турнир республики. Республики, многократный чемпион в свое время. Сейчас он работает у тебя на родине Чуровчинской институт физкультуры, государственной институт физкультуры. Подсказывает, что Эдуард. Да, да. Но Эдуард прошел школу Чуровчинскую. То есть, да. Ну и до сих пор. Сейчас он там числится, там и работает, живет, там работает. Но за Польшу выступает, это, естественно. И сегодня выступает за Чуровчева. Да, ну, за свою родную команду. И, конечно, выступает тренер его. Воспитавший его, да? Да. Эдуард сейчас... Георгий поправился. Ну вот, ветер усиливается, поэтому хотели остановить. Но вот продолжается встреча, потому что нужно, видимо, закончить, успеть надо. Но ребята борются. Вот сейчас счет на табуло пока 6-2. Время еще есть. Упорная борьба идет. Эдуард выглядит очень-очень свеже. Выглядит, ищет борьбу. Это Данил не устроил. Это мы тоже мастер спорта международного класса. Один из ведущих тренеров нашей республики. Молодой, перспективный тренер. Сын нашего Романа Васильевича не устроил. Наши заслуженные тренеры республики. Один из первых учеников Дмитрия Петровича Хоркина. Любители борьбы, спорта. Республика очень хорошо знает его. Вот сейчас минута остается. Сын Романа Васильевича, Данил не устроил. Работает в ЦДАрном Григорьевне. И вот сейчас ученик опять поддавил очередной балл за вынос. Да, ведет встречу. Семь-два. За вынос из ковра. Вот один балл. Уверенно ведет встречу Григорьев. Счет баллов уже семь. Остается где-то тридцать пять-шесть секунд. Контроль полностью от Эдуарда. Да, Эдуард контролирует ситуацию. Смой ведет. Выгоднее оказалась такая ситуация. Такой коверт для борьбы. Эдуард, ну и Георгий начинает искать. Ох, проход много. Нет, ну здесь нет. Контрбросок, но не получился. Контрприем. Эдуард вовремя. Останавливает его. Нет, показывает накрывание. Еще четыре балла дали. И вот накат. Крестный захват. И это уже чистая победа. Ну мы поздравляем Григория. Это очень хорошее начало. Как? Эдуарда надо поздравить. Да, Эдуард поздравляем. Потому что это очень хорошее начало, говорю. Достойный соперник был. Опасный, опасный, достойный соперник. Но очень уверенно поиграл. Но для Григория тоже пока еще потеряно. Он будет болеть за своего друга. Конечно. При случае выхода Эдуарда финала и Георгий может дальше бороться за бронзу. У нас Аванасий Вензельс. Как хозяин турнира восьмых спортивных игр сборная у «Салдана» поставила две сборные. Со сборной второй Афанасий Вензель. И очень хороший борец Владислав Криворшапкин. Смирина Кангаласского Улуса. Афанасий Вензельс в школу борьбы основном проходил в городе Якутске. Воспитенный девчон номер три. 30 секунд прошло быстро. Ребята, в статистическом положении, с контролем Кривошапкина. Замечание получает Афанасий Вензель. Минута проходит бездействие техническое. Но сейчас в коллективе борьбы тоже атака. Проход Криворшапкина и два заработанных заслуженных балла он получает. 2-0. Весь, как мы уже неоднократно в голове рассказывали, очень конкурентный. Любой борьб в этой весе может привести сюрприз международникам. Осталось полторы минуты до окончания первого периода. Но ведет борьбу и позиционно, и в силовом силе, и в техническом плане Владислав Кривошапкин. 3-0. Остальное предупреждение Афанасию Вензелю за блокировку пальцев, за перехват. Минута осталась до первого периода, но пока Афанасий не может найти напору Владислава. Все время вот туда, забеганием еще 2-5-0. Остановился Владислав Кривошапкин, не стал развивать атаку в партере. 35 секунд остается. Проход в ноги. Просто воспользовался моментом. Захват еще. 9 баллов. Но опасное положение. Коронка Мегина-Кангаласа, видать, научился у Нюргуна. Скряевина этому приему. И чистую победу до окончания. Не хватило секунды в Вензелю, чтобы простоять. Убедительная победа Владислава Кривошапкина. Он проходит дальше. Да, уверенную борьбу показал Надежда Мегина-Кангаласа в этом весе сейчас. Андрей Бекринев, Среднеколымск. И Егор Вензель, город Якутск. Очередной мастер спорта международного класса. Член сборной Белоруссии. Ныне член сборной Среднеколымского улуса. Выходить с этого района верный сын Андрей Бекринев прилетел с Минска и будет защищать. Малую Родину и против него Егор Вензель, город Якутск. Но если из города Якутска, это значит борьбу очень сильный. Егор, да, с детства выступает. Он выступает за город Якутск. Ну вот, объявили, что Андрея Бекриневу не хватает медали. Два раза участвовал, два раза пятое место. Но Вензель против этого. Ему тоже свой медаль нужен. За 30 секунд разведку, мягко скажем, ведется разведка. И арбитр тоже корректирует свои действия. Прочувствовал, что ковер очень скользкий. Внимательно наблюдает атака Вензеля. Подсадил его. Контроль, но пока баллы. Где наш баллы? Да, очень выгодное положение. Не смог получить. Отдал два балла, еще два балла. Да, опрометчиво поступил Егор Вензель. Очень, почти стопроцентного балла. В ситуации получить технические баллы. Получил ноль. А Бекринев, как мастер спорта международного класса, вышел с этой ситуацией с четырьмя выигрышными баллами. Сбил в партер. Потом сразу же провел накат. Перевел через себя Егора. 30-15 минуты есть еще. Но Егор, Егор 22 года, 23-й идет. Очень быстрый, скоростной. Но побоялся. Не был уверен. Хороший проход в голень. Но не воспользовался. Но есть еще время. 4-0. Минута до первого периода. Вес до 65 килограмм. Мастер спорта международного класса. Член сборной Белоруссии Андрей Бекринев ведет борьбу. И контролирует полностью. Захватил, полностью взял под контроль голову и левую руку Егора. И пока Егор к ним... Атака пятки не проходит. А теперь контроль перешел Егор. Двухсторонняя идет борьба за захват. 15 секунд до конца борьбы. 9. Может, но по рисунку борьбы, по определенным действиям... 30 секунд для Егора. Но здесь опытные секунданты. Борьба продолжается. Это нет. Борьба продолжается. Ну и встречу сейчас очень уверенно ведет Бекринев. Он выступает в красном трюхо. Но соперник тоже опытный. Очень хорошо подготовленный спортсмен в пензеле. Но сейчас их время есть. В каком плане они будут бороться, продолжать борьбу. Ну и сейчас посмотрим очень. Встретил. Руки заединил. Голова, плечи. Ну вот это положение он не даст ему пройти в ноги. Но этот судей вовремя остановили, поставили. Оба начали со стойки бороться. Высокое стойки. Ну, со стойки. И сейчас ищет, ищет бензел. Какую-то изъяну. Коренева. Но он очень хорошо контролирует руки. Захватывает все. И никаких технических действий не дает ему проделать бензели. Ну вот, начинает атаковать. Но все равно бороться. Весь все в контроле. Да, вот первые действия, в первом периоде очень выгодное положение имел Егор Бензель. И отдав 4 балла, как-то стал подбаиваться от контратака Андрея. Он вошел полностью в борьбу Андрея Бекренева. И свой стиль борьбы еще до конца не показал. Свои 22 года Бензель иногда в некоторых схватках очень бросково борется. Но для Андрея это не сюрприз. Атака Бекренева в корпус. 40 секунд остается. 5 баллов впереди Бекренев. Да, ведет спокойно. И тем такой подходящий. Да, подходящий. Для него удобный. Удобный. Все время контролирует. Ноги, руки. Все контролирует. Не дает никаких... 30 секунд осталось. В такой борьбе Егор Бензель может оставить город Якус без победных баллов. Ему надо выиграть. Сделать хоть какое-то техническое действие. Может я непонятно говорю. Но для квалификации, для занимания от 10 до 16 места очень большое значение имеет заработанный технический балл. Во время схватки. Во время схватки. Да, во время схватки. Да. Ну вот. Время, по-моему, закончилось. И уверенная победа Андрея Бекренева. Ну, он вовремя начал. Время подсказал, наверное, своему воспитаннику, что надо заработать. Он вытолкнул балл, балл получил. Это может дать занять 10 место. Поэтому не всякий проигрыш, проигрыш. Вот. Ногу отпустил. Очень хорошо видно по туре. И накат. Накат. Это коварный период. Да, коварный период. Очень коварный период. У Андрея Бекренева. Уверенно, уверенно, хорошо провел эту встречу. Ну, уже время наступает. Веса до 79 килограмм. Одна, восьмая финала. Аян Петров Нюрбинский улос. Секундангем, секундюрит ему заслуженный тренер Российской Федерации. Будемир Яковлев. Против него борец далекого Жиганского района Анатолий Игнатьев. Это вес до 79 килограмм. Одна, восьмая финала. Вот тренер. Ну, я интригу занесу, Семен Сергеевич. В следующем схватке будет бороться наш чемпион среди молодежи России, член сборной России Станислав Севинобоев. Да. Но до этого мы увидим одно восьмое финала. Аян Петров, борец в красном треку и Анатолий Игнатьев. Да, Анатолий Игнатьев представитель Жиганского, далекого Жиганского улуса. Родины Романа Дмитриева, нашего олимпийского чемпиона, первого олимпийского чемпиона. Опасное положение. Тренер Жиганского улуса, это Николай Филиппов. Сейчас еще Александр Арсанин. Да, Арсанин, Александр, да, тоже поступает за Жиганский. Ну, дождь у нас спусиливается. Да, это коварно, это плохо. Вчера у нас, позавчера жарой мы испытывали, вчера ветер шквальный, сегодня шквальный дождь. Мы, Семен Сергеевич, проходим из... О, тут что-то у нас случилось, нет, тут, наверное, стукнулся, что ли. Да, чуть-чуть решили похвастаться и пропустили момент. Да. Будем работать, работать, терпим. Да, 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 идёт, идёт борьба. Два балла, идёт... Борьба продолжается, да. Чуточку маленькая остановочка была, но это... Рабочие моменты. Да, рабочие моменты, скажем, допустимые моменты. Класс получил, наверное. Ну, чуточку, чуточку. Два-ноль. Ещё полторы минуты. Да. Дождь усиливается, и тут у нас натиск спортсменов. Петров получит, скажем. Ну, пока ещё нет, пока... Упирается. Да, ну, вот теперь уже можно сказать спокойной душой, что два балла берёт Петров. Ещё минуту бороться ещё. Четыре-ноль должно быть. Да, в стадионе очень смелые, терпеливые зрители продолжают, не покидают стадион. Многие забились под навес НВК-радио, но мы продолжаем борьбу. Четыре-ноль. Петров ведёт. Очень хорошо ведут встречи, ребята, несмотря ни на что. Борьба продолжается. Соревнования идёт. Да, коррективы тоже переносит. Да, да, да. Ну, свои коррективы это... И, да, судьям тоже. Да, конечно, это... Неприятно, но мелочи. Неприятно, условия-то у всех одинаковые. У всех дождь идёт. Но мешает только мне, да? Да. Ладно, продолжаем. 4-0. 19 секунд ещё бороться. Не отвлекаемся. Не отвлекаемся, конечно. Идёт очень упорная борьба. Будем говорить, что... Вспоминать потом с улыбкой через... Игнатия ищет, ищет что-то, но пока ничего не было. Но вот... Шпагат. Вот... А нет, баллов, баллов нету. Вовремя... Вовремя защитился Петров. И это... Никаких технических действий не было. Я впервые в жизни вижу секунданта, тем более заслуженного тренера Российской Федерации. Будемир Яковлев. Интересной формы одежды, да? Да. Ну... Я мог бы сказать, острить маленько шутку, но не хочу. Не скажу. Цвет интересный. Дождевик такой фиолетовый. Да. И он похож на известного персонала с английской литературы. Но никто протест не предъявляет, борьба продолжается в обоих коврах. Судейская бригада, технические работники имеют на этот счет, наверное, по... Ну, опыт, опыт, можно продолжать. Они готовы, они готовы. Ну, тут ногу показывают, там синяки, по-моему, есть, но ничего. Любой кровь, это медицинская, потому что это... Ну, это санитарные требования, такие у Международной Федерации Объединенной Борьбы. Борьба продолжается. 4-0. Упорная борьба идет, но пока... Арбитр Константин Бурнашов, да? Мастер спорта или другой? Пантилов. Апанасий Пантилов. Апанасий Пантилов. Да, брат мастера спорта международного класса... Дейтральный литр. Да, Иван Пантилова. И представляет он команду Хангаласского, улуса судья. У сын знаменитого друженика орденоносца Пролетария Пантилова. В народном хозяйстве? Да. Да. Минута прошла второго периода, действий нету. Ну, уже никто фигурное катание заниматься не хочет на ковре. Получается статистическое положение. Спит хотел одной руки с захватом. Апанасий Пантилов. Хотят борцы ногами, но осторожней чем-то. Да, да. Борьба идет. Апанасий Пантилов дает замечание. Перезывает ребят более-менее активно бороться. Но вот ситуация у всех одинаковая, положение. Но, Игнатиев, мне кажется, борец очень сильный. Такой капитальный. Может здесь рискнуть. Да. А бросок какой-то может сделать. Да, да. Но пока, пока, пока. Характерный. На монгольском. Там монгольский борцов похож, да? По движению ног. Прямые ноги. Без пружинок. Он на прямых ногах стоит. Но у него очень сильный корпус, видать. Не может не тронуть. Встречает, да. Вот, да. Хорошо, вот, под руки. Готовит прием. Да, но готовит прием. Он, у него, очевидно, есть какой-то. Вот. Молодец. Вот, смотри, как изнутри. Зацеп изнутри. Если погодным условием, он отбил на 4 балла. 2 балла заработал. Очень хороший прием провел. И 2 балла заработал. Но это уже, сейчас еще раскроется. Еще надо пройти ему. Остается 40. Да. 36 секунд. Но пока Игнатьева... 3. А, еще за предупреждение. 1 балл поощрили за активность. Да. 3-4. Это минимально. 30 секунд. Атаку ведет. Есть время. Есть время атаковать. Есть на продолжение борьбы. Есть время. 15 секунд. Поэтому, да, Игнать его нужно чуть-чуть добавить. А вот бросок. О, на Петро. На Петро. Нет. О, да. Да. Риск был оправданный, но... Да, не получился. И победа скорее. Но победа, победа в этом очень уникальном виде смеси борьбы вольной и в природных условиях со счетом. 4-3. 6-3. 6-3. 6-3. Победил Петро. Петро. Да, в радость. Представитель команды Нюрбинского луса. Да. Молодец. Я похвалил жигантского борца. Всеобразный борец. Определенный очень хорошей бросковой техникой. Но он сегодня и природа, и Петров. Борец и Нюрбы были против его желаний. Да. Так. Ну, это по туре вот срывался захват. Да, сорвался захват. Очень хорошо было задумано. Жигантский борец. Хорошо задумано было. Это бросок через спину. Но не получился. А что поделаешь? Да. Да. Я вот сбоку вижу, что судейская бригада пока отошла на совещание. Но в другом ковре борьба идет. Тренера сборной города Якутска. Знаменитый правкуп и Иванович. Знаменитый Никита. Никита. Да. Тоже в дождевиках. Но там закончился, по-моему. Опять волонтеры на ковре. Да. Закончился. Встреча. Закончилась встреча. По-моему. Да. Да. Совещание идет с обоих сторон. А нет, продолжаешь. Нет. Закончилась же встреча. Да. Вот сейчас. Ветер. Ветер. Да. Ветер у нас усиливается. Чуточку усиливается. Но дождь идет. Там Владислав Петров боролся. Борьба очень интересная была. Весит до 79 килограмм. И пока еще неизвестно. Судейская коллегия принимает определенные решения. У нас есть запасной подготовленная площадка. На такой погодные условия в селе Минда. В два ковра накрыты. Про запас. Возможно, примется кардинальные какие-то решения. Ну, главный судья там в центре стоит и решает что-то. Ну, здесь, наверное, и организаторы, и оргкомитеты. Да, да. Нужные службы все это смотрят, видят, участвуют в решении вопросов. Поэтому мы... Хлопота бывает и приятная. Хлопота бывает и такие вот. Да. Надо тут этот... Нашу аппаратуру надо как-то... Семен Сергеевич. Да. Семен Сергеевич. Надеюсь, что борьба продолжится с двух часов в запасном зале на двух коврах спортивной школы Дишиша города из тела барагонца Мондави. Да. Главный судья принял решение. Я думаю, правильно. Надо, ну, симбиоз и фигурное катание не проходит. До встречи до двух часов, дорогие друзья. Мы ждем вас. Борьба продолжается. Спортивные игры. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok DimaTorzok 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 И за пассивную борьбу наказывается Семенщуков. Бал получает Кичкин. Кичкин Семен на 8 лет моложе. Тоже кандидат в мастера спорта. Тренируется Иванова у себя на родине. Ну, упорная борьба все-таки без приемов, конечно, но толкотня, можно сказать, такого-то. Ну, вот сейчас вытолкнул Кичкин за ковер Семенщикова и зарабатывает тем самым, этим движением, первый балл. Ну, это ни о чем не говорит, потому что ребята могут в последних минутах взорваться, могут три. Конечно, мы ожидаем бросков. Да, нет, да, борьба без бросков не бывает. Семен Семенщуков очень известный в борьбе Хабсагае. Он всегда за Эмикон выступает и ездит на соревнования. У него в арсенале есть такие движения, которые могут 1 час на 1 секунду, 1 моментально изменить ситуацию. Но положение у него каждой секундой ухудшается, так как он как бы отходит к пассивной зоне борьбы. Это наказывается в борьбе моментально. 5-3 раза наступил на красную зону диаметром где-то 1,5 метра. А у него 2 предупреждения еще. Сейчас его спасает с третьего предупреждения 30-секундный перерыв. Но здесь секунданта об этой опасности ему доложат и доведут. Но как опытный борец, он это все понимает. Но в физической кондиции более молодого Семена Квичкина, хотя опытнейшего борца, не дают пока никаких шансов выйти в четвертьфинал. Но несколько слов. Мы пропустили несколько схваток. Значимых схваток. 20-летний Станислав Семеновоев, чемпион нашей России, среди молодежи Мегана Кангаласского района, вышел в четвертьфинал. И борьба продолжается. Квичкин доминирует, получает еще 2 балла. На накрывание зарабатывает 1 балл за уход. Не уход в перекрытие. По правилам это уход из опасного положения. Поощряется борцу, поощряется Семенщуков. Вышел вверх. Вверх вышел. Идет борьба. В кадре мы видим, что арбитер точно предупреждает Семенщукова, что для предупреждения я тебя отправлю в третьем предупреждении. И снова 2 балла. Да, проваливается Семенщуков. 6-1. Но Квичкин не спешит. Почувствовал, что Семенщуков в партере опасен. Может накрыть, может выйти с любого положения. И, имея превосходное качество, как физическая сила, он не дает Александру провалить еще 2 балла. Вот почему проваливается. Из-за того, что за уходка в раун может третье предупреждение получить и досрочно закончить схватку. Еще полторы минуты. Один балл заработан. Атака в дальнюю ногу. Но опять провал. Еще 2 балла. 10-1. Но методично Семен Квичкин нацелен на четвертьфинал. Повержен принципиальный противник. Пожреву, можно сказать, повезло Семену. Весит до 79 килограмм. У нас борются очень хорошие борцы. А он попал как бы... Более такой слабый группу, можно сказать. Не слабый, а просто по возрасту. По возрасту человек естественный, возрастной. Радница в возрасте очень большая. Ну и заработаны очередные 2 балла. И досрочную победу явным преимуществом. Баллом это сынется очень высоко в борьбе. Семен Квичкин. Кабайский луз. Первая победа, скажем. И сейчас... Пойдет. Повторы видим, да. Быстрее, сильнее оказался Семен в этой складке. Ну, моложе. Крепко. Движение, быстро. Дадим свое должное внимание Александру. За долголетие спортивное. Это всегда ценится, имеет уважение. Молодец Александр. Но проиграл, честно скажу, без боя. Все время находился в пассивной зоне борьбы. В красной зоне. И перед нами уже... Ну, все вы узнали, наверное, скорее всего, вы узнали Виктора Вавилова, тоже ветеран, мастер спорта. Заур Магомедов. Заур Магомедов. Помните, там он объяснял, что в этом году его никто не заставлял, а именно вот патриотическое чувство, чтобы помочь команде он выступает. Первое замечание Заур Магомедову. Ну и борьба продолжается. Ребята очень настырные, крепкие ребята, 92 килограмма, все-таки это ощутимый вес. Ну, Заур... Ну, представитель... Молодой, он 25, в самом борцовском... Вот сейчас попытается выйти назад, но не получилось. На лампочку берет Заур. Ну, Виктор Вавилова дает два балла. Два балла зарабатывает Вавилов. Ой, Магомедов. Магомедов имеет уже два балла и... Ну, столько поднимает. Ну, надо Бавилову, нужно самому работать. Он это понимает. Сейчас посмотрим дальнейшую исход поединка. Но Виктору, я скажу, Виктору 38 лет, 29 год. А Зауру всего 25 лет. Разница большая в возрасте. Ну, это за... За свой угол, за свою команду. А я думаю, что... Нет, Виктор сейчас сделает. Очень хорошо защищается. Сейчас выйдет, выйдет. И на Нельце. Ну, вот Меггинсы все время этим приемом заставляет своих противников почувствовать краем своих лопаток ковер. Почему-то 2-2 смотрит. Но здесь недооцененные... Ну, как... Не до конца, видать, арбитры посчитали, что переворот был неправильный. 2-2. Еще 52 секунды нужно бороться и отстоять в этом периоде, потому что возрастному спортсмену надо передышка, восстановление. Это обязательно. А Зауру нужно нагнетать, нагнетать. Но он что-то побоялся, да? Проход не прошел и встал. Ну, ждет временный момент. Стоим, но отходим, ждет. Ловить будет любой какой-то момент, ошибку какую-то. 25 секунд остается. Меггинсы заканчивается. Да, Меггинсы в кувалдочке. И Аронов... Опа! Да, с корпуса. И... С корпуса зарабатывает 2 балла. Проваливает Виктора. Счет 4-2. Остается 5 секунд. И... Ребята сейчас, борцы 92-го... До 92-х килограмм. Они... Для их... Для их веса очень поджаристые. Ну, скоростные, да? Ну, Вавилов всегда такой скоростной борец был. Ну, конечно. Вот видите, Аронова, одно из лидеров, 125 килограмм. Он скоро сам выйдет в ковер. Вчера их... Ихни капитаны сборной республики, представляющие Нюрнгринский район, Нюргун-Сергин, вышел в финал. Весе 93... Весовых категориях, видать, хотели забронировать, но Виктор Вавилов будет против этого. Вот провал. Ну, здесь вот два балла. Вот первый... Ну, здесь не дали два балла. За вот этот переворот он получил. Два балла. Все. Можно было здесь зафиксировать. Борьба продолжается. Уже 3 секунды, 5 секунд отборолись. Ну, здесь оба имеют шансы, да? Никто не скажет, что Виктор уступит, но выталкивает. На центр ковер пока переменными шпеками постичкой попытался в ногу проходит. Сразу дверь ноги. И... Не-не-не. Да-да, здесь обоюдно опасное положение, но имею такой опыт Виктор Вавилов. Все-таки вышел вверх. Я в квартире работаю... Нет, остановился, но сейчас... Александр Петлицын думает, ждет решения судейской бригады. Здесь очень много было переворотов. И... Как оценят? Ну, сейчас посмотрим. Оценка судейской коллегии еще не вышла. Вот на табло-то стоят те же цифры. Уважаемые зрители, нам очень повезло. Прямо с нами сидит судья международной категории, вам все объясняет. И счет пока на табло 6-4. Оба стороны взялись за кубик, но никто пока не решился. Нет, красная Аронов кинул. Челленз попросил. Посмотрим, проход не смог поднять здесь до конца Виктор на второй этаж не получилось, но идет контратака Заура за корпус классический прилег. В опасном положении пока Виктор, но Виктор успевает перекрыть. На 180 градусов перескочил. Два балла это точно есть здесь. Здесь пока бездействий. Но судейская бригада у нас очень опытная. главный судей работает Николаев Николай Дмитриевич, который сейчас пользуется большим авторитетом в российской судейской корпусе. Он всегда работает или главным секретарем, или заместителем главного судя. Имеет опыт международный. И челленджи у нас сегодня и вчера все были решены. по правилам. Нормах, переделах нормах правил. Но это передышка кому нужнее? Я думаю, Виктору тоже необходимо отдышаться, восстановить дыхание. Но сейчас что-то задержались этой. Ну да, мы с тобой с вами тоже чуть-чуть не разобрались. Да. Но конкретно 4 балла у Виктора было. Но если добавить, то давай Магомедову за опасное положение. Еще раз показывают нам. Здесь бы поднять успеть. На второй этаж поднял бы такого положения не попал бы. Барса красным перекусом и вот переворот теперь уже уходит. Вот в этом положении они чуть запутались бедать. Тогда обратный счет может быть. Да, Челленджи соправданным может стать. Возможность такая у Аронова была, поэтому он и поступил. сейчас смотрит видать сложный, сложная завязка очень быстрая была и Николай Дмитриевич принимает вертик, но принял уже видать. Сейчас объявление будет. посмотрим. Мы ждем решения судейской коллегии, а пока смотрим крупным планом Магомедова и Магомедова. сейчас посмотрим. Сейчас внимательно смотрим повтор. Виктор Вавилла проходит ногу. Не успел подняться. Поднял, но не получилось на второй этаж поднять. Заур берет его за спину. Контр прием. Контр прием. Обоюдно острое положение. успевает перекрывать. В этот момент у нас счет стал 4-4. Один одно движение решили. Мы правильно обсудили. Видя снова на нет. молодец Виктор Вавилла в опасном положении. Здесь от старого волка может не уйти Заур. Тушь. Тушь. Да. После обедения второго дня первый победу в душе и радость всеми подарил Виктор Вавилла ветеран вольной борьбы. И выходит четвертый финал. Интересная борьбу показал. Содержательную в все время нагнетал. Хотел через второй этаж бросить, но в завязку в партере нашел возможность положить соперника на лопатки. Это вольная борьба большое удовольствие и нам телезрителям и зрителям и всем болельщикам. О, мы успели одной рукой доработать маленько. ногами и все. Контр прием получился очень красиво. Вес тяжелый. Дадут 90 кг в положение почти все кладут. И ключом вот как классики называются треплекс или полуплекс или как я не знаю. вот так это классическое спорто это есть. Ну теперь Сергей Николаев и тоже легенда якутского спорта многоборец Виктор Владимир Федоров да Владимир Федоров это человек который списал свое имя в нюрбинском да и республиканском виде спорта потому что он как бы во многих видах спорта где начинает принимать участие от прыжков национальных до национальной борьбы до массрестлинга в Дагине он участвовал несколько раз но он многократный призер по якутскому петербургу Игорь Мончар я его помню еще юношей и вот до сих пор сохранил свои кондиции и сегодня борется в интересах нюрбинской своего родного Луси в весе до 92 килограмма и в этом году он специально пропустил самые престижные все игры Дагина за корпусом заставил уйти но к сожалению больной борьбой он мало боролся у нее классность пока чуть-чуть ниже 92 года рождения а мы в это время два ветерана борются все любители борьбы все болельщики ждали эту встречу потому что здесь есть интрига в чем дело в свое время это борцы спаривали путевки первые путевки в Дети Игр тогда участвовал Сафранев и там стал чемпионом но в дальнейшем Шадрин Дмитрий Шадрин успел поднабраться опыта и он победитель стамбулского Турсии международного турнира весит 65 килограмм сегодня интересно команда защищает среднюю коламу родину до 92 килограмм сейчас впереди Шадрин 1-0 остается 40 секунд в первом периоде борцы опытные возрастные ребята но очень хорошо занимаются скажем больной борьбой борьбой хапсагай поэтому они круглогодично находятся на ковре находятся в форме но все-таки возраст есть возраст таких ответственных соревнований но за родину за свою малую родину за свой район они очень хорошо подготовлены и приехали в составе сборных команд своих улусов но напомним что Дима Дима это в этом году чемпион нашей республики в этом весе но время тем более один раз отрыв сковора было 4 балла тяжелое положение попадает димитрий шадрин но опыт позволит а сахранеев знаменит что он очень хорошо делал милицию в юношеские годы подавал большие надежды но как говорится житейское слово стал зятем очень дорогим зятем для намского улуса и последние годы выступает всегда за свою команду намский улус там живет там работает естественно будет выступать за свою команду но спортсмен очень такой я бы сказал очень трудолюбивый человек спорт для нее норма жизни как раз нынешнее поколение под таким девизом живет у нас в стране России Якутии поэтому нужно молодым людям брать от них пример где вот димитрий шадрин оба возрастили ребята до сих пор и еще долго будут заниматься видом спорта больной борьбой но все таки дима постарше будет ну конечно это оба мастера спорта мы же говорим мы же знаем народ знает республика жители республики очень хорошие понимают знают и естественно будем посмотреть как будет складываться эта встреча вот это выиграем только мы любители больной борьбы это пример долголетия в спорте вот сейчас замечали обоим нет борцов синим трюку да мне сейчас подсказывают мои друзья что Дмитрий Шадрин Яшар Дагу после Гусейнова оказывается стал второе место занял но это тоже очень хороший результат но время летит быстро но некоторые факты иногда но все это хорошо борьба продолжается минута почти минута 15 секунд остается для Димы надо предпринять решение принять решение и в таком вязкой борьбе Игорь не уступит ему не сента как говорят наши друзья основополагатели англичане американцы да но у них тотальной борьбе они ни шагу назад не делают попытка с корпуса с дистанции средней пройти куда-нибудь контролирует предплечье или проход в корпус или нет мимо попытка попытка была войти в ноги но мы любим свое выражение используя ложная атака была Игорь не получил один балл этим движением балл заработал димитрий это опыт 30 секунд всего остается 25 второй раз проходит ну снова встречает снова встречает здесь нарушение ну невынужденное нарушение потому что травмировано колени Игорь собрали на колене лангетные пальцы зацепили его у нас дима пытается что-то предпринимать какие-то хочет провести то ли по-сейски то ли но сегодня оказался сильнее Игорь Сафранеев мастер спорта российской федерации победитель Игорь Дети Азии многократный абсолютный своевыселый чемпион республики по борьбе Кавсагаи проходит четверть финала это в радость для намских и для верхнего ирюйских болельщиков игр в своей малой родине и следующее буквально через несколько секунд уже в зале объявления прошли мастера вот проход как в юности как в молодости классический проход на две народ красиво сделано проделан этот прием минимальный усилий быстро очень легко свободно сделал прыжок захватом обеих ног естественно это одно наслаждение видит мастера спорта хотя не в возрасте но из лишних движений они лишних ошибок лишних поводов для проекции не дают но у нас очередной 1 8 финала остается минута борьбы и владимир то ведет счет 4 0 студент молодой студент должен да он нагнетает но владимир защищается пройти николаев надо он выше оказывается антрометрические данные природы не дают низкой борьбе проход 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 но классная защита здесь обоюдный захват с такими рычагами можно и здесь на 4 балла не получится потому что очень хорошо они стойко низкое но сейчас хочет что-то делать под здесь наказание получить как судейская бригада корпусе это положение дергал это дергал но он сам ты туда нарочно не пошел что хорошо наказание не ждем время закончилось бал то дали но время кончилось да ожесточенный бой был ну никакого сожаления что вольной борьбой сегодня решил в этом году порадовать нас владимир федоров борьба такие штуки часто слушают тут они видимо претензии но я видел когда это было еще что международным турнили ивана ярыгина захват перекос спортивную экипировку наказывали наказывается на этот же бал но беремен окончился что наказывается основной беремен окончился бал останется правильно победу держал со счетом 4-2 Владимир Федоров он из нескольких видов спорта мастер нашей республики разносторонний спорт по хапсагаю но вот с этим победой скорее всего скоро он станет протоколом то ли кандидата мастера спорта если захочет я думаю не упомянулся сделать норматив да это житейский дом он хочет заниматься мне кажется здесь умышленное действие было но это мне кажется это ерунда для сунгейской корнии личное мнение постороннего зрителя ни для кого незакон да встретил да но у Володи то характер есть но на этот раз он понял что это чисто борьбе случилось и никаких претензий Павел Иванов Таткинский луз синим борис синим трико и Василий Винокуров Чуровчинский луз но Василия все прекрасно знаете сейчас встреча ответственная за команду Чуровчинский выступает Винокуров но здесь если Чуровчинский борис львом весе это класс мастерство это тем более мастера спорта на первенстве видно перевод пока без технической победы но тут очень просто решил этот фрагмент борьбы вынос за ковер и один два балла заходом за спину значит очень правильно сделал без большой физический затрат получил два балла двадцать сорок секунд борьбы в этом весе и уже ребята действие есть оценены два балла и арбитр пока ни на кого то борьба равная равная борьба идет ну чуточки два балла идет вперед бинокуров но это ни о чем не говорит время то есть за эти остаточное время они что покажут нам как будут как будет сложиться эта встреча мы еще не знаем ну вот ну чуть-чуть старше Василий он мастер спорта против него таттинский улуз поставил своего ну лучшего борца конечно да лучшего борца таттинского улуза в этом весовой категории татта тоже у нас и таттинский улуз давший нашей в мире борьбы очень хороших борцов очень естественно вот и они соседние соседние улузы друг к другу очень близко есть спортсмены борцы особенно таттинского улуза все учились тренировались чуропчинской спортивной школе поэтому базовая подготовка у каждого спортсмена есть и этим багажом они даже в возрасте но все равно они за свой луз за свою команду выступают участвуют на больших соревнованиях тем более вот за одно четыре дети это вот на спортсменном турнире обязательно должны за свой улуз встречаться показать на что они на сегодня способны каждый спортсмен все таки возраст имеет свое место берет поэтому тут всех требований то всем как молодыми ребятам мы не даем просто действительно радуемся что эти возрастные ребята еще еще в силах выступают за свой родной коллектив но я скажу что но возраст самый то есть для 92 килограмм очень комфортный всего 31 год василий он мастер спорта я считаю претендентом даже на золото при отсутствии димы шадрина может и василий да сделать дима сейчас проиграл да с афранеевым василий может он умеет с ним бороться да игорь зато остался игорь будет выступать поэтому я внимательно смотрю за физическими кондициями василия хорошо хорошо подготовлен без суеты без задышки он же 3 минуты отборолся но никакой нагрузки не почувствовал в таком кондиции он может и отдал вот балл два балла ну молодых здесь да которым по 23 по самому высоку это Алексей Ефимов кандидат мастера спорта неоднократный призер нашей республики амгинской луз ну Виктора Вавилова тоже не снимаем да и Владимир Федоров наверное тоже будет за счет своей физической силы и напора и характера будет ну и безусловно теперь уже Игорь Сафраниев но здесь есть Богдан Овчинников у Салданской улоск кандидат мастера спорта есть Василий Спиридонов тоже очень молодой и еще есть Сунтарский боец мастер спорта Владимир Данилов но он не характерно как-то да Володя поднялся перескочил два веса получается да до 92 ну посмотрим как будут бороться там тоже на что они способны мы не знаем сейчас поэтому преждевременно что-то угадывать что-то гадать не можем а я я так думаю и на сегодня вот данный момент вот этой встречи более-менее подготовлены нам смотрится бинокур ну его тоже надо подтянуться работать самому главное во время вот сам опоздал очень хорошо прошел ноги еще два ну как здесь травма локти а без виска что-то непонятно кто-то столкнулся что ли ну два балла винокур это явно получил да без виска ребята остановились а василий что-то сотрясением что ли и как это видел но головой то ли коленом то ли Семен Сергеевич извиняюсь ну не извиняйся я хотел этим сказать но там уже фиксировать надо было туши одного вот опоздали вот видите вот Семен Сергеевич я хотел я просто не видел явно фаворита в этой весовой категории я просто хотел именно оценить состояние да а вы очень осторожны вы старый лис судья международной категории не дает мне раскачаться но будем следить за дальнейшей борьбой все в порядке 5-0 ведет мастер спорта борец чурапчинского лоса винокура но маленькое сотрясение это быстро пройдет василий наверное много раз таких ситуаций бывал да ну бывает бывает что поделаешь вот локоть или колено там да здесь скорее всего может быть и другая травма но может плечи растянул мышцы мы же да включится может вот видите как держится он за это вот сейчас его там четыре минуты дается для таких ситуаций по правилам еще две минуты бороться без одной секунды одна восьмая восьмые спортивные игры но я воспользуюсь маленькими таким и давайте поблагодарим наших спонсоров трансляции у нас основным спонсором является агентство недвижимости триумф который продает покупает недвижимость в том числе строит индивидуальные дома может любой житель нашей Якутии обратиться к нам и пока еще решение не принято ждем с маленько но давайте пока ждем алмаз кредит сервис крупнейший кредитный союз республик саха Якутия на протяжении уже 18 лет развивает качество укрепляет качество жизни нашей республики алмаз кредит сервис наш второй спонсор основной и триумф инвес благодарим наших жителей нашей республики обращайтесь а что задержка технически скорее всего технически мы уважаемые зрители ведем прямой репортаж республиканская центр республиканской подготовки юных борцов который зал построен в этом году и коррективы программе проведения заставили его моментально благоустроиться и населить два ковра чтобы выполнить всю программу восьмых спортивных игр нас ждет ну четыре часа скорее всего четыре веса мужчины борются сегодня и у нас финалы сразу же по решению судейской бригады еще два часа у нас финале восьми весовых категориях пять мужских весов проб вчерашние которые вы прекрасно знаете кто вышел финал там принципиальнейшие между мастера наши будут выступать и полуфинал сегодняшние на четыре веса борьба продолжается минута сорок осталось всего да ну василий здесь полнейший контроль проход ногу иванова но проваливает этот и скорее всего нет не отдал молодец иванов борется старается но еще два балла еще два осталось всего один балл да очень хороший подготовлен в этом соревнования василия явно я еще раз повторюсь смелость на себя возьму и я думаю что василий будет перестали но не в обиду конечно всем сказано четвертьфинал покажет очень уверенная победа василия бенокурова 11 да 11 технические победы да да чисто техническая победа и сейчас попытка ну показывает нам повтор повторимся мы видим иванов хотел пройти ноги но не получилось он остановился тут остановил его венокуров и сам перешел на атаку вот накат да это он перевел его портере два балла было и сейчас второй но сейчас мы ожидаем борьбу сейчас прямые конкуренты впервые наверное на жизни сунтарской улусы претендует на первое командное место и за то чтобы команда выиграть и сейчас мы перешли на другой ковер таттинской улусе семенов никита 125 килограмм до скажем до 125 килограмм никита семенов известный тяжеловес в свое время проходил он центры спортивной подготовки под руководством николая ивана сипцева иван николаевич сипцева российской федерации республики саха якутия помешала эта травма и за вот он опять вышел в ковер в интересах команды скорее всего 125 килограмм и бессменных секундантов старших тренеров ну ведущих тренеров и николай данилов сунтарские тренера а вот сейчас показывают нам михаилов малышева руководителя тренера таттинского улуса вот сейчас снова показывают нам представителей сунтарского улуса вот сейчас центр прошли ребята ну и борьба возобновилась но здесь до двадцать пять килограммов ребята одногодки они ну почти два года всего разница ну-ка неправильно сказал так два года разница все таки это и есть возраст имеет значение наверно но здесь в этом весовой категории собрался весь свет нашей тяжеловесом нашим богатырей здесь и бапай хороскан который сейчас в осетии занимает большие хорошие места там учится он очень молодой двадцать два года Данил Иванов кангалацкий да прошлогодний чемпион игры манчары он ему всего двадцать лет здесь и роман нестров двадцать лет русскан шелковников но опытнейшие Кузьма Сиевцев Евгений Алексеев но и набравший ход Никита Хабаров Эрчим Максимов Эдуард Максимов ну весь свет нашей сто двадцать пять килограмм последний год в этом году стал мы уже имеем в этом весе абсолютного чемпиона России призера да Андрея Аронова тоже извиняюсь чуть-чуть преувеличил но он когда такое бывает ну кроме Коломенса Евгения наверное скорее всего мы таких успехов не имели в Осетии Хараскан пока в своем возрасте педестала не спускается и даже в северокавказском федеральном округе он занимает места про Аронова мы сказали ну Хабаров Никита это чемпион этого года так что здесь ничего неизвестно 16 борцов Данила Иванова мы сказали вот Никиту Симонова рассказали борьба продолжается ну обычно у наших тяжеловесов вот такая борьба скажем стойки бывает и высокой средней стойки ну вот после таких ну я бы сказал на Леонид Топопов непростое 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 непроходной оказывается встречают друг друга объятиях захват головы руку но это могущество силы сильные ребята ничего не скажешь но Семен Сергеевич у вас комплекс ему хотя это борьба очень красивая идет идет борьба они желают проходит да Семеновник это ведет 2-1 время поджимает и напрягает напрягает нагнетает да нагнетает Борис с красным с Таттинсом тоже надо результат о попался в контрприем да с обратной дальнего бедра обратный бросок захватом дальнего бедра и это очень красиво 6-1 и время закончилось и время тут уже ну по делу проходит Никита Семенов в четвертый финал для Сунтарцев это да по жребу попался равному сопернику здесь можно было и остаться за чертой призеров очень красиво бросок провел вот сейчас на повторе посмотрим вот атака провалил и ну контроль здесь за Никитой в обои на захватах внутренним зацепом да с воздуха да очень хорошо красиво провел как маленьких бесовых вот он захват а когда мы услышим от мастера спорта Советского Союза Семена Сергеевича похвалы тяжеловесом очень хорошо бросил ну скупо красиво же бросил отличный бросок да борьба ну да здесь весь мы переходим в другой ковер здесь тоже принципиальная борьба потому что для усилданской команды борьба от богдана овчинникова четыре балла он уже заработал но минимальный Нехаруков имеет он очень Нехаруков тоже классный капсагаис он имеет 3 балла но богдан здесь не имеет права ступать просто усилданцам нужны финалисты скажем прямо просто сунтар чуравча мегана кангаласы город якуст по пяти по восьми категориям по предварительным по счетам ноздря ноздрю и сегодняшняя борьба в завтрашнем дне уже может обернуться золотым отливом он еще четыре три остается всего минута двадцать секунд вес до девяносто двух килограмм богдан молодой после армии кандидат мастера спорта прочувствовал атакует Нехаруков атаковал но богдан успел прочувствовать в миллиметрах проскользнул по очертанию диаметру круга и остался минута четыре секунды но здесь какие-то перенял решения вот хорошо защитился откиднул ноги соединить руки вот да ой 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 есть и теперь еще одна уже в одном движении заработал Нехарухов 9-4 уже ведет еще на ключ на чисто богатырский прием но нет не получился но настырно очень Нехарухов иркана набарский улос включается в пользу черопчи пользу мигана конца голосом между пользу и города якуса пользу сонтар но этим не должен быть согласен богдан ему остается чтобы решить всего 20 срыв срыв был 17 поднимут до 100 смотри как да совсем мало времени эркан держится богдан свистни 10 нет уже срывается отчаянные попытки зрители гонят богдана на 7 секунд для кого-то очень много для кого-то очень мало для богдану риск очень хорошо ну теперь это техническая тушена победа в душе для это не надо было богдану имея 4 балла рисковать потому что в калафикации он потерял минимум 3 места ну что борьба жизнь но об этом он не думал наверное просто хотел не подсказали вода да почти все одна восьмая финала в этом весе закончились заканчивается ребята готовятся уже победители четвертьфиналу а проигравшие будут болеть за уже за своих выигравшим товарищем борьба здесь да мы увидимся видим борьбу нашего но сейчас повтор идет в одном движении в одном положении богдан проиграл всю схватку да два молодых самых наших перспективных тяжеловеса и иванов данил эспалин да данилу всегда люди нацеленно его смотрят он очень такой в своем возрасте имеет ну замыслом борется особенно на кавсагае он два титула уже имеет но сегодня борьба вольная борьба с бапагаем это у нее так скажем это семья спортивная и отец у них пропагандист тоже здоровый образ жизни пропагандист якутской национальной культуры карскан бапагай ему 22 года кандидат мастера спорта борется за верхнюю вилюйскую лусь сейчас живет и тренируется северной осетии является членом сборной осетии весит до 125 килограмм и видите какой он поджаристый ну здесь в своей козыре есть его двадцатилетнего мастера спорта уже мастера спорта Данила Иванова минута борьбы 0-0 ну это характерно да в этом весовой категории первые минуты как бы уже ну разведка скажем не такой нацеленной завязки с контролем пытается работать Харскан у нее старший брат известный масс-рестлер но Харскан выбрал традиционный вид спорта в Якутии и поехал нацелено в Осетию чтобы там научиться борьбе тяжелом весе до 125 килограмм один балл ну да в центре ковра хозяина Димитрий мастер спорта при том что 20 лет это очень хороший результат постойте мне претензии есть Бапагаю но он нацелен на верхний лес бы ну это субъективное такое мнение но это наше мнение да это наше мнение у каждого любителя борьбы мы знаем что любой зритель в любом уголке в любом поселке покажи борьбу он свою экспертную оценку даст и лучше нас наверное остается 46 секунд но таких результативных движений не видим да приема пока нет ребята знают друг друга поэтому здесь попытка пройти дальнюю ногу но это лишь показ активности а поймал да вот тут уже можно да димитр очень умные действия второй балл 2-0 но мы знаем ребята со сети у нас связь есть говорят что у вас хороший нас поздравляют часто что папа папа хороскан он имеет авторитет ну маленький на своем кругу его уважают остается 8 секунд 2 балла он проигрывает пока ничего не заработал дима заработал один предупреждением один вовремя да как сделал прочувствовался что на краю ковра хоросканы не защит ну не откидут ногу да скажут по моему да вчера мы про него рассказали еще раз повторим Анатолий Петров один из ведущих тренеров нашей республики сам очень неплохой борис классный момент прежером чемпионата россии это давно когда он боролся а сейчас работает уже тренером сейчас один из лучших тренеров республики поэтому конечно у нас в каждом Лусе в каждом городе районе есть перспективные очень хорошо работающие тренера народ у нас ждет результативности естественно это хорошее желание чтобы все были бы такими сильными мастерями тридцать минут двадцать три секунды борьбы в втором периоде уже прошли так скажем переломить борьбу надо скорее всего нагнетать хороскану но дима пока никаких шансов поводов не дает борьба в среднюю стойку перешла это выгоднее выгоднее да хороскану можно с дистанции средней пройти переднюю ногу димитрий борется правосторонние стойки но один балл заработал получил поощрительный балл от судей да время идет таких но еще есть минута сорок пять осталось до конца таких очень центр ковра захватил да просто хороскану хотят выталкивать или еще что-то другое это но борьба пошла уже более открытая такая показ по движениям мы чувствуем что могут наказать димитрия за такой заблокировки захвата но центр ковра все-таки отдал димитрий почему из-за каких соображений минута осталось минута две секунды осталось выдергает 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 но пока никаких эффектных приемов нету борьба за захват идет но выгодно положение находится сейчас потому что в осетии сколько угодно спарринг партнеров и высоких и коренастых а для для димы найти здесь в своем родном лусе если он в город не поедет сложновато будет хороший треуг вот это опасно это опасно и вот на опыте взял это контрдвижение ловит димитрий зарабатывать очередные два балла и работает продолжает работать портеры хотел перевести на кулич 15 14 секунд показывает 15 секунд да приехать защитить свой родной луз с кавказа и на ведро ну здесь да мастер спорта не дать ему таких шансов это же не молодежь время уже заканчивается ну мы поздравляем димитрия даниила иванова даниила иванова двадцатилетнего эсполина мастера спортовольной борьбы хангалаский лос с верхней сетки да ему пройти то еще одного соперника оказаться может он борьбе за пьедестал он точно будет потому что смотрим посмотрим как мы же видели его соперника ну просто из-за м3 заинтригуем наши зрители и не скажем ну вот классно ну по движению походу это получилось у него сбил и получил смотри грамотно работала ногами на ножницы руками на ключ ну здесь хотел брусок через бедро да но не получилось а тут что-то очень мягко они ну Харасхан Харасхан теперь надеется уже на Данила чтобы дальше бороться но видимо вся наверное республика весь усилданский луз ждут очень молодой роман нестеров против очень опытного одного из возрастных мастеров спорта весом весовой категории неоднократно чемпиона нашей республики по вольной борьбе Евгения Алексеева и по борьбе абсолютно неоднократно чемпион по борьбе капсагай а роман нестеров является подающим надежды кандидат мастера спорта ему всего 22 года этот борис такой взрывной не не обманывайте нас его внешний вид классный борис он это многократный чемпион по своему возрастному категории нашей республики но говорят Евгений поставил цель в этом году не подвести родной улуз много тренировался прошел вместе с сборной республики сакаякутия учебные сборы восстановительные сборы даже выезжал по моему по борьбе с умой да выезжал на выезд на чемпионат россии одна минута прошла действий нету никто не хочет рисковать показывает ложными движениями хочет поймать реакцию да прочувствовать но нордический все это смотрит роман нестеров ну евгений алексей представитель сандамского вуза очень мы его знаем давно и хапса и по вольной борьбе это у Ивана Николаевича он работал тяжеловесами нашими при подготовке при подготовке Айала Лазерова в больших соревнованиях поэтому подготовка подготовленность у Евгения есть он прошел как говорится очень много тренировочных сборов за эти прошлые годы вот хорошо и очень быстро перешел перевел портер своего соперника не стеревая сейчас на накат хочет пройти ну не спеша наверное будет вот так вести схватку и это ну здесь очевидно ошибка романа да при завязал руку контроль якобы контролировал хотел пройти в ногу но это было ловушка настоящая ловушка Евгений сознательно отдал руку и провалил сбил корпуса чуть-чуть вектор атаки поменял у нас такие весы с такой силой да вот попытка пройти в ноги опять отдал руку 3-3-0 но видать от природы романы подвижно но первым кругом одна восьмая финала мы будем внимательно как бы на дальнейшем прицелом на состояние тоже на евгения алексеева на это смотрим потому что мы по опыту своему спортивному знаем что отрыв 3-4 года все так из иногда человек теряет свои кондиции но мастерство конечно не потеряет но именно вот ложный такое чувство уверенности бывает да и на этом психология человека и как закрутить не знаем и бывает что и провалы все перерыв но контролирует время соперника чувствует да евгений очень хорошо прочувствовала романа но пока молодой наш перспективный тяжеловес к сожалению не прочувствовал вниз вот сейчас пройдет очень хорошо провел этот забегание да забегание ну и пока встреча ведет степан петрович и все да напряжение тренер трениров у солдановской муси заслуженно российской федерации заслуженные тренера это иван николаевич степан петрович ну и молодые ребята это характерные вот владельников ким да тоже заслуженные тренеры россии да вот посмотрите расположение степана петровича да это психологии мне однажды говорили что такое расположение это дает он защищает весь свой районы да все свои внутренности но Женя наверное сто процентов в этой борьбе он как старший тренер молодежной сборной юношеской сборной нашей республики с этим борцом знаком хорошо я думаю за обоими следить потому что и юношах нужен тяжеловесие и молодежи нужен две минуты осталось три ноль ну активизировался роман маленько борьба с умом напоминает но Женя контролирует спокойно но почему-то блокирует пальцы арбитер на это пока не обращает внимание может обратил внимание но чуть с опозданием три ноль три выигрышных баллов у мастера спорта одной да я помню его борьбу весит до девяносто семи килограмм в коркинском когда он очень хорошо боролся к сожалению получил большую травму носоглотки и это помешало ему стать чемпионом но призор международного турнира мистер что-то ему надо подсказать секундантом что время против его играет конечно но маленькие хитроси мастера спорта все есть он понимает думали да конечно ищет что-то но пока евгений шансов мешает шансов не дают перевод срок но это детский прием силовая борьба силовая за позицию позиционно получил удар головой но ноль эмоций протер и все дальше попер пятьдесят всего секунда один три ну да здесь опасно опасно для солдатцев одно нет осторожные провалы и ты уже за бортом четвертьфинала тридцать секунд тридцать ну тридцать секунд ровно осталось да степан петрович забеспокоился уже впустил в ход голос ну женя чуточку ждет конечно правильно делается бережет он потихоньку ведет встречу куда спешить не надо ему спешить вот пока семь пять секунд за это время он эти баллы два балла не даст я думаю понятно победил опыт опыт и мастерство опыт и мы уже четверо в финале моментально вот у нас очень хорошо работает режиссер и борьба двух международных мастеров спорта про них Якутия ждет все знают да но все равно добавим может кто-то кому-то это сведения просто покажется элементарно но мы скажем что Эдик Григорьев Эдуард Григорьев выступает за Польшу он призер чемпионатов Европы Александр Нюргун Александров выступал в свое время за сборную России получил звание мастера спорта международного класса сейчас выступает за свои Эдуард Григорьев выступает за Чуровчинский улус он благодарен что ему большой спорт этот улус дал а Нюргун Александров выступает за свой верхний Вилюйский да давайте это посмотрим точно встреча напряженная 65 килограмм одна четвертая финала минута уже проходит две минуты сейчас работаю минута осталась в первом периоде борьба за захватах головы там плечи предплечья 1-0 впереди Эдуард Григорьев но здесь ребята конечно уже тактическими заготовками приходят к борьбу заходят в ковер оба мастера спорта высочайшего класса мастера спорта международная такую норму надо это быть сборной да конечно выиграть два международного турнира еще кубок мира или что-нибудь такое ну тут есть классификация международная поэтому проход не получается Нюргун защищается защита ну в позиционном вот плане они защищаются с одной стороны это выглядит как ну более-менее Кирилл Захаров уже голосом подсказывает увидел какие-то погрешности 20 секунд осталось ну естественно за команду он болеет за Эдика болеет ну вот на верхней велосипеде тоже все кто ну имеет время все зашли ну здесь яблоку некуда упасть наверное было бы там балкончик или что-нибудь это было бы еще хорошо но нас спасает наша национальная вещательная компания САК что мы рады вам помочь дорогие наши любители борьбы что вы прямом буквально в секунду секунду получаете сигнал видите все это и болеете да мы чувствуем что вы болеете Эдуард Григорьев но предстоящий готовится чемпионат мира тренера черопчинские тренера ребята вот Данил не устроил макаров но это хороший спарринг получает тренера ниргуна ниргуна как всегда посмотрим какие они дали указания ребятам ну борцам я имею ввиду вот атака сразу же пошел ва-банк атака и не один только да повторная атака и перехват здесь он получит я надеюсь тут возьмет два балла очень хорошо и теперь опасно положение должен попасть вот видите как хорошо это очень опасно ну тут еще раз два балла это сколько но я сколько вижу борьбу ниргуна александрова да вот первых секунд до второго переда он часа такие атаки пропускает ну вот это пропускает поэтому вот иногда он ждет вот чем дело нужно в борьбе вот такие вот такого класса борцы должны иметь поставили тостыгин аркадия ну это опытный судеб и николай димитрий очень правильно подошел к этому схватке серьезная схватка два ведущих спортсмена две минуты осталось которые имеют большие звания мастера спорта международного класса и естественно вот требования и судей со стороны судейской коллегии спортсменов очень большая высокое требование у них ставится поэтому все должно быть четко конкретно провести прием как мы думаем очень четко сейчас ведет встречу григорьев со счетом 5-0 но александрова надо саму работать но я выглядит небо боюсь для может быть кто-то просто в лицо не знает я подскажу борец красным переходит мастер спорта международного класса ниргун александров заев верхнюю юридическую улазу мастер спорта международного класса неоднократный переверс чемпионатов европы выступающий за польшу эдуард григорьев синим трико выступает за чуравчинской улаз счет 5-0 минут осталось пассивная зона сейчас эдуард нагнетает правильно делает и тут уже мешали судьи остановили встречу в середину начинает борьба борьба заход полуфинал ну это естественно это цена большая цена большая но ответственность и что-то не должны должны подсел да чуть пассивничать нет он физически подсел ну объем наверное у эдуарда григория ну да большой высокий мастерство добавил атака очень хорошая неожиданная атака и получает пока без технической действий на незаконченные действия скажем он пройти прошел ноги 16 секунд и тут уже сам попадает в опасное положение здесь эдуард не стал увидел табло до специально чуть-чуть три секунды выиграл 50 аркай дал свисток на окончании на финишную ну 4 ну ниргун понял что здесь против едика на сегодняшний день он не имеет контрмер да ну контрабутия закончилась 5-0 медали европейский чемпионат выходит эдуард григорий оказался на сегодняшний день да да это атака переднюю ногу выносом его и продолжением портере очень хорошо работа мастера спорта международной полостаке должно быть критическое положение оказался ниргун ну естественно это мы видим александра рассадина человек который в своем возрасте был чемпионом европы чемпионом россии но да плечевой суставе он сейчас носит специальные вот хирургические металлические элементы это ему не позволило дальше развиваться в больной борьбе сейчас он любимый зять в жиганском районе и видим его работу да несколько жигантских парней сегодня хорошо отборолись но против него мастер спорта международного класса борис синим трико средняя колыма но оба средняя колыма но оба рода средней колымска земляки братья да действительно братья школу солдатской школы борьбы андрей бекренев да тоже борьба за выход в полуфинал что-то случилось все внимание на другой кавер но мы продолжаем видеть свои в виде ра борьбы веса до 65 килограммов одна четвертая финала два очень с детства знакомых уроженца среднеколымска улуса и сейчас андрей бекренев доминирует андрей но саша может раскрыться любители борьбы знают он постоянных сборах за белоруссию работа у него такая скажем спортивные вот сегодня действительно он нам зрителям любителям больной борьбы должен показать как он вырос в каком положении сейчас находится что мы от него в дальнейшем ждать будем поэтому тоже есть твоя ответственность то что рассадим более-менее ну он сейчас в Жиганске уже давно там живет там работает ну чуть-чуть после травмы то он все-таки от сильных тренировок не ведет время от времени видать ну и интересах улуса джигантского луса он сегодня выступает на этой соревнованиях вот поэтому александр младше естественно возрастом возрастом он в молодежном возрасте закончил активное выступление мастер спорта но по результатам все-таки чемпионы европы ну это класс класс конечно но среди сей травмы и так далее он большие тренировки прекратил давно да да поэтому нет поэтому и готовность подготовка к этим соревнованиям у них разные естественные поэтому некоторые товарищи остается всего 25 секунд но я не думаю ну может быть Андрей чуть-чуть бережет своего брата потихоньку спокойно работает пока он Андрей этот опыт большой один такой спокойник всего не получил бадык пропустил одну атаку и оказался мне бортом финала да поэтому вот ему тоже надо опасаться да да обязательно саша может вдруг он взорвется ошибку какую пройдет подловить перерыв небольшой первый период закончился без активных движений за счет своей вот захвата центра крови мастер спорта международного класса Андрей Бекренев пока минимальным счетом 1-0 встречу идет Бекренев я думаю что Александр пока ничем не уступает секундуре тоже уроженец да давно работает Алексей Федоров в среднем Колыме там живет там тренирует своих учеников Андрей пошел вперед 3-0 вот и а здесь комментировать лишние слова ничего говорить не будем но получилось что-то неожиданно си и голеностоп у андрея забеспокоил видать как неправильный от да по вы все прекрасно видите но будет борьбу продолжать андрей бекренев он пока ведет 30 времени достаточно сказать и правила мировой борьбы любительской есть такое понятие надо обязательно шнурки спрятать или вот так закрепить даже предлагает скотчем перемотать 2.30 остается александр верхней стойки хочет с корпуса используя свои рычаги провалить захватил весе верхнюю часть но отпустил остается 213 балла он проигрывает пока атака в ногу сброс помогает андрею бекренева сохранить стабильное положение уже борьба в стойке начал какие-то момент так начал рассадин рисковать теперь пытается с дальней дистанции провалить маленькой результатную атаку провести пытался сверху получает до при обходе затылком задел андрей но это было все пошло все нормально все хорошо дистанции вот андрей как заперим начинает дистанции доминирует он на колени садится это его характерная защита минут 15 андрей заход борьбы замещание контроль шеи и плеча андрей пытается вот атакующую руку александра перехватить и но рано ли рано в активную в оборону пошел андрей действует александр рассаденный миниатр ваном темпе то добавляет то успокаивается это пока это ему ничего не дает 30 секунд однако победителем выйдет уже борьбу за медали минимум за бронзу проход дальние ногу она проваливается контроль головы семнадцать секунд 10 мастер спорта международного класса один балл от судей два балла технически своим действием со счетом 3 1 победу одержал борис среднеколымского улуса а когда выступающий за белоруссию андрей бекринёв но по делу победил саша просто не все на сегодняшний день александру вот отрыв от активной борьбы скорее всего сыграла злую шутку он ведь не смог результативных провести атак и один провал и это было достаточно для андрея бекринёва чтобы пройти в полуфинал восьмые игры спортивные игры народов республики продолжается в спортивном зале мандаба на ваших экранах а борьба предыдущие это повторы и следующая борьба борис вензель сейчас вот 79 килограмм в борьбе ступает 20-летний мастер-спортный чемпион российской федерации выступающий за интересах команды 279 станислав севиновое и очень перспективный борис среднеколымского улуса андреан ленский пока судьи определяет все мы или в порядке что Ну, пока еще борьба не началась, но несколько слов про Андриана Ленского. Ему всего 21 год, кандидат мастера спорта, но его борьбу хорошо видели, маленько изучили в этом году, в январе месяце, но да, там в своем месте он показал хорошую борьбу. А Станислава Севинобоева, его борьба, ему 20 лет, мы его видим постоянно, он в телевизионных экранах не пропадал в этом году. И борьба его очень такая поставленная за счет этой умной борьбы, тактически правильных действий. Он стал чемпионом России в прошлом году, в возрасте 19 лет, в Казани он завоевал медаль для Российской Федерации в чемпионате мира. Но это бесценный опыт большой, он уже три года в обойме сборной Российской Федерации, и это дает преимущество. Преимущество преимущество в экипировке, преимущество сбора, преимущество витаминизации, преимущество советов, врачей. Андрей Альян Ленский, воспитанник училища нашего, сейчас, скорее всего, в Центральном центре спортивной подготовки в Триумфе. Ну, по республике эти борцы друг друга знают не понаслышке, так скажем. Неоднократно боролись, борьба начинается, первые секунды пошли, и ребята, не думая, сосиска в карьер, захват. Одна четвертая финала. Пока бились физически одаренно, смотрится Андрей Альян Ленский, он Центр захватил, осталось еще в этом периоде бороться 2 минуты 40 секунд. Первый период. Первый период. Всего ребята борются 1 минуту, но борьба в боли активизировался Станислав. Стас проходит много, с корпуса равновесия потерял Андрей Альян Ленский. Но без действий, но активность Стаса отдает возможность арбитеру предупредить. Классический перевод. Перевод. И получается счет у нас 3-0, скорее всего. Атака в портере от Станислава очень силен, но не рискнул. Еще минуту бороться в первом периоде. Встречу ведет Свиновой. Очень упорная борьба идет. Конечно, ребята очень настроены на активную борьбу, и это очень хорошо. Ну вот, сейчас подготовка очередной атаки идет, но пока идет только-только подготовка. Осталось 30 секунд, 3-0. Но Ленская Андреан понимает, что он по мастерстве все-таки по классу вступает. Ему надо, ну, в завязке не хочет, в дистанции не хочет, но надо как-то что-то предпринимать. Все время убегать от пассивной зоны борьбы – это отрицательный результат для него выйдет. Ну, тут уже время, поэтому он расслабился, чуть вышел назад. Ну, вот сейчас мы смотрим заслуженный тренер Республики Российской Федерации Василий Петрович Уваров. Перспективный. Сказать не можем сейчас, потому что возрастной товарищ, но очень хорошо работает. Сейчас ведет подготовку, усиленную подготовку. Работает Семеновоевым. И первый тренер его – Николай Прокопович Сипсев, глава Тумулского наслига Миганакангласского района. Он ведущим спортсменом был в свое время. Борис очень высокого класса. Ну, сейчас его знания, опыт дает молодое поколение. Да и наследом работает. Работы у него хватает. Вот сейчас идет второй период. Ленский. Один промах и Стас получает очередные два балла. Но здесь рисунок борьбы, техно-тактические движения, захваты не поменялись. Андреа не поменял, просто ба-бам пошел и одно неосторожное движение. Еще два балла получает. Один балл получает Станислав Семеновоев. Ну, конечно, опытный борец. Придез чемпионата мира, чемпион Российской Федерации. Не имеет права потерять такой шанс. Проход много мимо. Ну, мы ждем просто от него очень хорошей такой стабильной борьбы. Ждем с многими элементами, приемами. Позвращающегося к классу, скажем. Ну, вот. Что заработать. Хотя бы сравните эту встречу для Андреа. Всего осталось две минуты. Ну, это много, с одной стороны. Против Стаса? Да. Это много, да. Атака много. Результативное поднял и заработал очередные два балла 6-0. Еще дальше продолжает работать. По активной зоне арбитр не остановил. Правильно сделал. Хотя выход был, но это по правилам 6-0. Ну, и поднайдается маленько, да, Андрей Англенский. Видно по движениям, сбросу рук. Даже по взгляду, что Стас, оказывается, напрягает капитально в стойке. Да, это очень хорошо сейчас. Это умение нагнетать, напрягать мышцы соперника, говорят от природы, да. Про Егора Пономарева также говорили, да. Сборная России против него. Ну, раскрыл. Никто не любил. Да, тренировки, природные данные. Это все. Да. Стас талантливый борется. Бесспорно. Еще один балл. Еще один. Очень хорошо. Ну, ему надо не остановиться, а работать, показать. 7-0. Минута остается. Нарками стал работать с дистанции. Проверяет все возможности. Чуточку сейчас завязки. Ну, посмотрим. Да. Ну, класс. Работа. У него, в общем, хорошая работа ногами. Да. Сильные ноги. Есть класс. Тренировка. Есть тренировочность. Он очень много проделан на тренировочных занятий. Объем работы большой. Ну, член сборной команды Российской Федерации. Это очень высокое звание. Заслужить надо это звание. Да и сохранить. И потом каждому разу показать лучшие лучшие результаты. Андрея Ноленскому надо заработать баллы. Еще один. Хотя бы один балл. Да. Еще хотя бы один балл, чтобы оказаться восьмим в коллекционном. Да. У нее победа есть. Да. Первую встречу он выиграл. А сейчас ему надо действительно, чтобы... Ну, команда... Не надо надеяться до Станислава, да, что он выйдет финал. На командном захете обязательно. 18 секунд. Обязательно это дело. Ну, беременно совсем мало остается. Полностью уверен. Сейчас, ну, Севеновуев очень... Ну, беременно уже закончилось. И со счетом 8-0 выигрывает Станислав Севеновуев. Динамик. Да. Моменты. Эпизоды. Подметим, что Станислава с первого захвата идет дальнейшая борьба. Да. Он не останавливается. За счет этого он свои баллы берет спокойно. Вот. Догнал. Догнал. Мог бы упустить. Есть такие моменты упускает. По захвату своих... захватывать ног. И вот снова. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы продолжаем смотреть четвертьфинальные схватки. Восьмые спортивные игры, вольная борьба. Уже два дня практически перед нами Семен Кычкин, который мы сегодня видели. И Сандаус Горохов. Он, да, в упорной борьбе одолел момского спортсмена. Сейчас вторая встреча тоже ответственная такая встреча. Но сейчас борьба началась, скажем, без разведки. Очень хорошо это, что ребята хотят активную борьбу нам показать. Правда, борцы одного поколения неоднократно друг с другом встречались. Оба кандидата мастера спорта выступают за свои родные клубы. Но сейчас доминирует Семен Кычкин, Борис Красным-Тереко, выступающий за Кайбайский район. Очень плотный захват. Плотный захват за голову, за руки. Ну, помним, да, в первой 1-8 финале он в один момент потерял 4 балла. И чуть-чуть. Да, все может быть. Главное не терять заработанное. Да, заработанное. В любой сфере. Да. Ну, борьба вязкая такая, центровая, никто не хочет уступать. Но подплавивает, поджимает маленько Семен Кычкин. Может, это в первом... Мелица боковая не проходит. Да, опасно. Опасно, конечно. Но вовремя, вовремя он... Переостановил свои движения. Если дальше шел бы, он улетел бы. Чуть-чуть не хватило. Вовремя опомнился и хотел вытолкнуть. Остановка. Судья заметил какой-то непорядок в форме, но продолжается борьба. Всего преимуществом 1 балл, пока ведет Семен Кычкин. Ну, очень выжидают, выжидают, момент ловят. Но таких моментов иной раз не получается подловить своего соперника как-то. У Штинов написано, оказывается, фамилия другая, это не разрешается. Но разрешили. Просто сейчас условия такие, что поменять трико надо через этаж. Да, да. В форме одежды. Да, в форме. В трико написана другая фамилия. Заметил арбитр. Да. Но это тоже... Но это тоже означает, что Семен Кычкин непростой. Да. Если носит трико мастера спорта международного класса. Ладно, продолжим, это ставим. Всего остается в первом периоде 25 секунд. Но здесь статистическое положение. Ну, динамика подошла. Но говорит, что какие-то действия надо... Эмоциональное свое положение. Семен Кычкин недоволен действиями Сандала Горохова. Видать, ему вот это опасное положение боковой мельницы как-то задело, да? Ну, тут пальцами, видать, что-то... 0-1. Остается чуть-чуть в первом периоде. Успокоиться перед таймингом. Проблем нету. 10 секунд. Все равно Семен Кычкин поддавливает. Но сам как-то хитро поступает, поддавливает и контролирует запястье соперника и не дает ему действовать. Ну, правильно. С одной стороны, это же борьба. Поэтому запрещенных приемов он не делает. Блокирует за кисть, за руки. Конечно, это же элементы ведения борьбы. Ой, ребята, я вам информацию не дал. Я увидел Николая Данилова, посмотрел дополнительные протоколы. Сандал Горохов, это сунтарский борец. У меня засыпали просто Горохов и все... Сандал Горохов, да. И по эмблеме сразу мы все это видим. Сандал Горохов. Большое мое извинение. Ну, значит, опасность броска в горох сандала мы сразу же определим. Просто в последние годы сунтарские борцы при любых возможностях отрыва от ковра это делают. И пистолеты, и броски без накрывания. Когда их накрывают, они обратным захватом за поезд, да? Да, в последние годы сунтарские тренеры очень хорошо работают. В этом специалисты это дело замечают, отмечают. Ну, и другим нужно брать пример, чтобы так работать. Ну, и им... Уходят они именитым своим демолякам, чтобы они помогали в тренировочных занятиях. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Ну, выровнялась, проходит кышки многие, но защищается Горохов. Пока не отпускает захват. Не отпускает захват. Очень хорошо. Да здесь как? Ну, балл дадут. Да. Дали балл. Да. Два... Два ноль получается. Две минуты. Горохов сейчас начнет свои контромеры принимать. А то просто с наблюдателем, пока он статистом только в защите ушел. Атака, попытка в корпус верхнюю часть пройти в корпус не получается. Сан... Семен Кычкин... Ну, что, может... Если он... Трикол Стинова, можно было и лампочку. Сан... Повторя минуты осталось до завершения... Четвертьфинальной схватки. Семен Кычкин ведет со счетом... Хорошо встречает. Нет, пропускаю контратаку. Да, пропустил контратаку. Ну, тут уже... Сандал прочувствовал, что можно вытолкнуть. Но... Баллами что-то и... Ну, дали, наверное. Это у нас и телевизионное табло, не судейское. Ага. Минута три... Три секунды остается. Два выиграна балла у Кычкина. Один должно быть у Сандала Горохова. Барса Синем Трико выступающий за Сунтарский Улус. Ну, сейчас показывает нам тренер КВС Кулусы Александр Кычкин. О, опять. Ой, Иванова. Ну, да, счет сразу. Два-два, и он выходит вперед. На чужих ошибках... Да. Полуфинал, можно сказать. Да, пока. Да. Но еще 43 секунды. Просто слишком активизировался Семен Кычкин. И... Момент упускает. Момент... Просто напрягает сильно мышцы. И вот боковых атаках он просто заваливается, может. Но апеллировать судей это вообще не дело. Надо бороться. Запрещается же разговаривать с судей. Конечно, ну, бороться надо, а не апеллировать. Двадцать секунд. Неправильно, запрещено разговаривать арбитр. Естественно. Какой арбитр там? 17 секунд. Ну, что делает Семен Кычкин? Пять минут выигрывал и атака. Ну, вот сейчас очень сложное положение. Вот остается 3-4 секунды. За это он, что, не даст Горохов ему. Вот и проиграл. Ну, скажем как, да? Не скажешь же, что он отдал борьбу. Да. Ну, просто два неудачных таких движения. Маленько напрягся и все. Молодец Сандал Горохов. Кандидат мастера спорта. 30 лет ему. Выступает за Сунтара. Он уже в шаге от педестала в полуфинале. Да. А Кычкин так хорошо начал. Пять минут боролся, контролировал. Ну, это борьба. Это... Ну, будем иметь в виду Сандала Горохова, что он готов. В полуфинале борьбы это обязательно мы посмотрим. Вот пропускает. Да чуть-чуть раскрылся и все. И... Необязательные баллы отдал. И вот шею напрёк просто... Ну, шунгой швырнул он и улетел в другую сторону. И раскрылся. И Сандал это не упустил. Фёдор Владимир уже в четверофинале. Через сервитер, да. Да, сейчас мы протокол посмотрим. Девяносто... Семь. Должно быть. Девяносто два. Владимир Фёдоров и Игорь Сафронев. Вот Игорь Сафронев. Да, вот это интересно. Здесь как бы... Игорь не скажет, что он человек физически не одарённый, да? И не скажет, что он технической борьбе ничего не знает. Но он улыбается. А Владимир, да, ну, в борьбе, конечно, в школьные годы он боролся. Потом отходил. Но он физически очень одарён. Он в трёх видах спорта. В национальных прыжках, в борьбе хапсага и многоборье. В четырёх видах. И маст-рестлинг он мастер спорта. А Игорь Сафронеев в борьбе хапсага и в вольной борьбе мастер спорта России. И, по-моему, когда он выступал в маст-рестлинге, тоже определённый успех я имел. Но здесь превосход будет техника у Сафронеева. Но на стороне Фёдорова это сила, быстрота. Да, и упорный характер. По характеру он никому не вступает. Он всегда в любом виде спорта сумеет одолеть, видать. Но у Игоря тоже характер, тоже желание большое. Поэтому с обеих сторон, ну, будем говорить. Они одногодки. Да, одногодки. И по тридцать лет. Тридцатилетние ребята. Весом в весе это самое то. Опыт пришёл. Организм полностью приобрёл свои окончательные... Тридцать силу, скажем. Ну, конечно. Но говорят, вот в тридцатилетнем возрасте можно человека развивать только массу тела, да? Уже вестибулярные аппараты, скоростные качества, мышление уже не добавишь. Но по физике Владимир превосходит это однозначно. Минута прошла, ноль-ноль. Игорь поэтому контролирует голову полностью, чтобы не пропустить атаку. Что-то случилось. Технический какой-то неполадок. С видать табло. С рейским таблом. Ну, тут кто-то... Арбитры подправляют. Табло выявить скорее, да, вы правы. Идёт информационная работа с информационной табло. Спорт – норма жизни. Уважаемые наши болельщики, телезрители, прекрасная половина наша. Мы с Семёном Сергеевичем пойдем поздравить. Мы имеем опыт семейной жизни уже под 40 лет, да? Сегодня в России объявлен праздник семьи и верности. Всем любви, всем семейного счастья. Тоже очень хороший праздник. Мы все присоединяемся к такому празднику поздравлениям. И сейчас перейдем к нашим прямым трансляциям. Уверенностью вам. Достоверно знаем, что Игорь Софренева – очень хорошая семья. Уже 4 балла имеет Игорь. Вот мы опоздали, видать. А, классический, да? Всех вот силовиков ловит на таком приёме. Турген. Да, ну это чисто хапсагайский приём. И ещё накат. Запяток, запяток. И вот накатил ещё плюс. При этом он… 10 плюс. Да, не знаю сколько там. Да, но мастерство здесь мастера спорта не дало никакого шанса для Фёдора, Владимира Фёдорова. Он… Игорь может выйти в финал, мы его ещё, возможно, увидим, но четвертьфинала устанавливает свою борьбу. Пока. Сейчас режиссёр нам дадут возможность насладиться нашим промахом. Вот, да, Заголеностов теряет равновесие Владимир Фёдоров, этим воспользовался и сразу накатывает. Вот. И снова. Да, он подрабатывает рукой, и это даёт возможность просто насчичь, да? Да, да. Но ещё можно таким приёмом на спину лёг. Да, очень хороший приём. Это Владимир, Владимир Фёдоров, имея вестибулярный хороший аппарат на полубок упал. И накат, вот. Здесь вопросов нет. Почти не сопротивлялся, да? Растирался, может. Он не сумел защититься во время, конечно… Заколены поставить не сумел. Это положение, как он может там защититься или… Но все же защищаются от наката. Ну, Семёнов Сергеевич… Он же уже перешёл… Борьба, Бавилова, мы второй раз видим. Проваливается Виктор и более молодой. Это борьба тоже в этом весе. Борьба очень над весом. Ну, конечно, какой молодой. Это Иннокентий, Иннокентий. Мы за… Ну, не сразу его узнали. Потерялся несколько… С нашей точки зрения Иннокентий. Второй перец. 6-0. Ну, здесь мастер высочайшей борьбы. Неоднократный призёр Азии. Член сборной Киригизии. Мастер спорта международного класса. Но он оставил активную борьбу ещё несколько лет назад. Перешёл в 92. Ну, извиняюсь. Большим моим почтением извиняюсь перед вами, уважаемые телезрители. Что я не узнал Иннокентий или… Иннокентий. 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 Кеш-Кеша. Да, я его-то с детства знаю. Ну, вот пропустил маленько. Он в Селданском улучши воспитывался. Борьбу оттачивал. Он вверх. Ну, 10-0. Вопрос решён, да. Вопрос решён, да. Уверенная победа. Иннокентий. Иннокентий. Да, мы как-то его не заметили. Вдруг появился ниткуда. И он, да, конечно, фаворит в этом месте. Да, быстроту реакции свою не дают. Сохранил ещё. Ну, в прямых эфирах такие накладки бывают. Да, ну, мастером спорта до сих пор. А, по России он. Он мастер спорта международ класса Киргизии, наверное. Да, да, да. Здесь в России, когда он менял спортивное гражданство. Многие годы он выступал за Киргизию. В чемпионатах Азии и так далее. Ну, мы это все знаем. Сейчас у нас на экране Нехаруков и Ефимов. Да, Ефимов более тяжёлый вес. Алексей Ефимов в «Большие надежды» подавал 279 килограмм. Но в интересах команды перешёл в 92. А Нехаруков в первом боевой схватке видели его. Очень молодой парень Алексей Ефимов. Ему с его 23 года. Кандидат в мастера спорта. Но уже имеет несколько титулов. Призёр нашей республики многократный. Уже боролся четыре года. Имеет опыт борьбы в спортивных игр. Там он третье место занимал. Достаточно опытный спортсмен. Или, по-моему, проиграл за борьбу в третьем мире. Ну, в розовом финале он был. Но это мы уточним. А Нехаруков, Архан, он в воле старше. Первый разряд тоже. Выступает за Анабарский Улус. Но он такой взрывной. Он уже это доказал сегодня в одной восьмой финале. Упорный, настырный. Это хорошо. Очень хорошие качества. Но последние секунды выиграл Богдан Овчинников. Да, да. И напакостил в Улданском районе, так скажем прямо. Ну, не напакостил, а проблему создал. Извиняюсь перед Арханом. Непроизвольно выскочился. Такое неудобное слово. Но ничего. Но второй попался молодой. Может, и его наказательный. Ну, сейчас посмотрим, как будет. Две минуты борются, но действий нет. Достаточно много времени борются. Таких технических действий нет. Нету, да. Нету. Наверное, Алексей видел борьбу эту, и ба-банк не идет. Да, наверное, сил не хватает для Алексея. Да, все-таки перескочит два категории. 82 он перескочит. Ну, заставить надо, чтобы они боролись. Вот пока этого не видно. Да, этого не видно. Проход много. А вот это ульт. Сам сложился. Да, он сам сложился здесь. За счет зацепа оси пальцев очень хорошего у Алексея. И в опасное положение. Сразу же. Опа! Выкрутился. Да. Ну, потерял много. Четыре, наверное, балла уже потерял, наверное. Нехорухов. Вот, да. Вот. 4-1 ведет. Ефимов встречу. Вот это одно. Это мастерство. Ну, одно это ошибочное действие. И вот потеря уже оказалась четырехбальной оценкой. Ну, это, мы скажем, что пытается нихорухов накрыть, да? Да. Пытался два раза. Вот сейчас. О, мимо. Да. И сразу же контратака. Проход ноги. И вот и контратак. И вот уже захват. Опасный захват. Положение. Почтическое положение. Да. Не развивает. Вот. Ну, хорошо, что он еще ушел от этого положения. Ну, да. Ну, да. Здесь мне свое мнение насчет судейства есть. Ну, ладно. Не выскажем. Амгинские ребята тринял от их. Нам показали, пока они секундировали, дали советы своему ученику. Мне ребят скринера всегда говорили, когда есть такие вот категории борцов. Вроде бы они, но имеют какие-то вот нехарактерные качества борца, да. Чуть-чуть распущенный пивной животик. Потеет. Да, но, говорят, такие ребята бывают очень взрывные. Ну, может быть. Все может быть. Конечно. Природа гены, 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 гены природы. В больших весовых категориях, комплексе. Не имеет значения. Да. Спортсмены бывают разные. Кто-то более полненький. Егор хорошо борется. Хорошо. А некоторые мускулисты такие, ну. Это же. Подбивает Алексея. Защищает. Здесь хочет. Здесь хочет. Нет, не пошел на лаву. Забегание хочет делать. Ну, нехаруков хорошо. Вот это, ну. Быстрый, быстрый, да. Без спора нету, что он быстрый. Защищает, заставляет Ефимова защищаться. Вот он во всей силой против. Своей противояди показывает. Ну, возможно, если он не упустил, не дал ему пройти назад, нехаруков. Вот. Природная, да. Природа, да. Природа на нем не отдыхала. Дала и функциональные возможности, и природную скорость, которую я уже говорил, что тренировать в его возрасте невозможно. Это от природы. Остается минута 30 секунд. Три балла нужно чуть-чуть заработать. Заработать нехороко, но Алексею надо подкреплять, да, чтоб не было шансов. О, как так? Отличный бросок. Отличный бросок. Против, да, против закона физики. Очень хорошо. О, 4 балла, да, сейчас. Не знаю, да. Можно было опять, да, очень красиво было. Да, очень красивый бросок. Купился Пантилов. Ну, бабанк идет уже Алексей. Здесь подталкивает, но вовремя сориентировался Ирхан. И защищается. Выбросом ног, да, продавил. Четчет. Минута остается. Да. Это уже, как говорится, два раза не бывает, что это уже закономерно, что у них рукава Ирхана есть заготовки. Богдана Новчинникова как сделал и пока ведет в борьбе. Пять заработанных баллов и четырехбальный бросок. А на барсе что-то ему жена, видать, беспокоится. Молодец, да, природа на нем явно не скупилась. Минута две секунды. Но энергичный, взрывной. Да, очень взрывной. Сейчас защищает. Пропустил, да, не успел. На ноги, но защищается, защищается там. Но как-то, но... Сейчас... Весом только продавлю, но здесь надо руки включить. Да, вот правильно, вот так. За голову, за голову надо, за шею. За голову. Не лежать, не отпускать. На обратный захвате. И бросок. Вот это еще хорошо. Но попадается. Не успел отцепиться. Не успел. Ооо, здесь, да, здесь 22 секунды очень много. Один вал, все, получает Алексей. Но есть возможность накатить. Ну, да, но четырехбальные броски дают возможность. Эрхан чем-то недоволен. Эрхан Нехарухов пока бьет. Ассоцией этого веса. Остает, да. А Набарский дает нам пищу, да? В этом весе. Сейчас, захват очень крепко держит. Да, радость, да. Возможно, голова разбита, кровь уже. Но надо к врачу обратиться. Да, молодой, перспективный, Алексей Ефимов. Второй спортивный. второй раз учатся спортивных игр и второй раз не везет но сам не сделал но попался да давай бросок мы увидим сейчас не терпится это видеть найдут наши режиссеры этот момент да красиво просто на силу из на взрыв да ну бросок такой хороший еще второй бросок обратно до захват за шею за голову и под руки это такой прием обычно делали японские борцы свое время особенно герой токийской олимпиады 1964 года а саму ботанами вот это очень сильный такой бросок уйти утку вот ухо на меня молодец да ну да четвертый финал прошел хорошего борца в полуфинале сейчас но здесь классическое противостояние но теперь поскольку мастер спорта международная класса и тренер преподаватели детской юноши школы намского улуса свое время давший нам пищу вы два раза выиграл коркина один раз в монголии международный турнир шахтерская игра хорошо боролся неоднократно участвовал чемпионаты россии в разных весах и полусредних через полутяжелом весе участник яреевская турнира бывший капитан но был капитаном сборной республики саха якутия и против него давний знакомый давний соперник мастер спорта евгений алексеев кузьма сифсов там был я не сказал что ли борис синим трико да кузьма сифсов и борис красный трико евгений алексеев молодец ну наши эти тяжеловесые но известно это любители борьбе очень друг другом и на чемпионатах республики играх манчары там и так далее ну всех подобных соревнованиях они друг другом не раз встречались поэтому и по хапсага и по вольной борьбе поэтому друг другу очень хорошо крепко знают какие славы и сильные стороны вот сейчас посмотрим как у них получится эта встреча но пока очень спокойно очень спокойно они ведут свою встречу ждут момента ошибки одного из двух одного из них поэтому спокойно очень борьбу начали красным трико еще раз напоминаю это евгений алексей представитель у солданска улуса он на торжественном открытии восьмых игр народов якутии нес плак своего района кузьма сифсова вы все знаете он как активное выступление больших турнира турнирах он закончил он сейчас работает преподавательным тренером в своем родном нам скому луси весьма весьма очень неплохо работает нам русские ребята сейчас не в юношеская команда и взрослая команда и вообще коллектив у них состоялся очень плодотворно работает ребята это очень хорошо и и мы радуемся от этого и ждем от них и перспективных таких хороших борцов они со временем обязательно будут там свое время были стали за первый заслуженный мастер спорта российской федерации ну не начальник отдела вольной борьбы федерации российской федерации пётр петрович йомшанов ну и сейчас и есть молодые ребята свое время очень хорошо тебя рекомендовали кирилл пау паула тренер борис прокопович работает у них своим старшим тренером заслуженный тренер россии ну есть очень хороших ребят очень много ну и во всех на слегах района во всем во направлениях очень бьется крупная такая работа и вот так и как хорошо прошел евгений трите как очень хорошо вот сейчас на парте работает опасно этой международный мастер не дал но поколение поставил но защитился во время еще время есть два один ведет до евгений алексей чуть-чуть период вышел но вот сейчас авостриться вас 300 там борьба уже как говорится открытая войдет до открытая бать пойдет потому что уже но я вот отказал маленько специально пошел к судьям спросил про нехарухова да мне незнакомый борис оказывается он работает старшим тренером кабельском лучи и все говорят что опыт его что ну ну как навязал свою борьбу в борьбу хапсага и поймал их и молодых ребята оба же они алексей и богдан и в активном и члены сборной нашей республики проходят сборы и говорят что молодежь все-таки тактически проиграла ветерану и говорят что этот парень непростой всегда был но там оказывается человек на александр его но там работает к вискому тренером по вольной борьбе в спортивной школе поэтому должны быть и помаленько да потихоньку я вот семей сергеевич довожу пытаясь довести до зрителей которые сегодня да не покидая наши телеэкрана смотрят за борьбой да ну естественно мы уже я не прошел ногу но тут уже провалился но опыт его позволил и активно защититься что сделано урок он тут прием он пройдет руку поставил правильно здесь даст статья ну уже защитился скажем успешно но ему сохранять один балл это опасно минут осталось хозьма атакует он активизировался потом ветераны наши понимают что в этом весе и эдуард максимов и андрей аронов и никита коваров ну все не подарки ребят все таки и наверное они подумали четверо финал это да скрытый финал уже не мы не скажем так просто здесь все борцы сейчас на подъеме проваливает проваливает забеганию евгений чуть-чуть не хватило быть молодец евгений активно защищается 28 секунд да захаром михаил забеспокоился что сеть его ждать до тренера у солданска к бояться предупреждение это пань понятно 10 секунд предупреждает за активный ход могут сразу балда конечно опасно этой ну 5 секунд да удалось многоопытного мастера спорта евгению алексею защитить это маленький свое преимущество и заработанная технические баллы и пройти полуфинал но это уже очень достойная победа для команды солданска улуса евгений но здесь команда потери борцов уже потеряла 21 это право наше счет бы каким бы ни было он победит вот он да очень хороший проход за переднюю ногу и защита 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 защиты видим захват очень хороший был и его посадил не рискнул да вот и сразу активно за решила отбежаться время убить да и уже сам попадает не очень неловкое положение но все-таки мне отдельное мнение на этот эпизод как всегда и мы видим очередных да ну и даниил данил их да я жду от него очень хорошей борьбы но что-то сейчас но работа идет никита семенов решил что ему надо активизироваться до опытной борьбы тоже проходного от данила сантарская 6 3 уже до 65 вот теперь уже на как не будет под накрыть до опасных не стоило до правильно решила и но не получилось не получилось даниил ибо молотно на него даже первый период закончил второй период ребятами это другой ковер и минута 56 осталось минимальным преимуществом ведет пока данил иванов но семенов семенов 5 баллов всего от беде иванов то имеет 7 выигрышных баллов но время есть минута с чем-то и идет время поэтому подождем к ней по тренированности по сборам до диме иванова имеет превосходство должно но право подустал поднаелся семенов это естественно да когда ты чуть-чуть отошел от беды и попадаешься такому высококлассного мастер спорта хотя и данилу всего 20 лет ну я не устану подчеркивать это потому что я душой болею за тяжеловесов это всегда до выступал раньше всегда пропагандировал тяжелый вес считая что мы крупнее якутский народ становимся мощнее и мы должны но конкурировать ему сызы по в бурятский борец балдан чубы дал нам такой повод трико нет да здесь могут наказать данила могут доказать или нет но все может как так все может должно вот по правилам да по правилам могут доказать вот и челюсть бросили кангаласы да да а зачем видимо он дима нет видимо они считают что это горошина он и сделал я считаю что он наручный не сделал наверное за трюку вот сейчас посмотрим вот просмотр или он не выходил за ковер а выходила вот это они хотят бал получить да спасибо нашим и режиссер что дам нам понять которые мы пропустили внук просто динамика не успели за ногой проследить а чтобы отдохнуть далее может продышаться хотел да не решили что он начал под подседать зачем им этот балл нужен для победы так насчет у нас взгляд накидами никит это более такой уставший выглядел ребята уже отдышались время и сейчас мы отчаянно будем концовку наблюдать активные атаке до 30 почти 40 секунд это время да это много да на 2 атаки можно хватит обычно тренера говорят на подготовленную на хорошую атаку 20 секунд это даже больше ну а бегуну бегает за 20 секунд их 200 метров спокойно по стадиона разница разная дисциплина спорте конечно бегу ну есть чтоб бегать быстрее а шахматисты играет по три минуты ну по пять минут тоже другой пик а кирт и отбристорный близ да есть в чемпион игры близ да так ну что там опытные судьи все это быстро все это да но это в пользу для никиты я свое мнение останусь что до восстановиться ему есть возможность для подготовки а так обоим обоим они пользу пошла это остановка не соглашусь больше никите повезло так сказать кангаласы ему еще раз смотрим ну вот нет ну край то не вышел может быть здесь ну левой на вот это заступил борьба продолжается все это повтор нет это же борьба а время восстановили до время восстановили идет 61 балл добавили семью ну за проигранность челюсти такой же есть уже атака данила а а и хорошо молодец данила сориентировался выздоров момент и провалился семена провалился и подустал видать 93 или 6 очень обидно и обидно и я сказал победа и проигрыш будет семенову но это уже другая история уже 99 баллов ведет данил иванов но отрыв 3 балла да все согласился 9 6 это согласился с проигрышем со счетом 96 полуфинал выходит данил иванов мастер спорта перспективный тяжеловес нашей республики поздравим кангаласской улоз получается а мы просто через монитор сидим другом помещении мы другие не хабарова не эдуардом максимова не аронова мы сегодня не видели но это уже история мы в полуфиналах обязательно их увидим здесь как будто да взял уже и проваливается вывернулся гибче оказался данил моложе гибче и побыстрее по миссии да и в весе 125 килограмм лишнее движение направлению поменять а вот видим аронов хабаров два мастера спорта нам никита имеет опыт победы у них к счет 11 пока в чемпионате города якутска аронов реванш сделал 15 секунд уже борется одна четвертая финала повторность январского финала чемпионат лично командно чемпионата нашей республики но жребедь такой выпал что на ранней стадии пока без медалей ребята борется одна четвертая тридцать секунд прошло полотна на педагограмм 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 здесь я думаю здесь и ваше этого все отдадут ради победы у них свои счеты друзья товарищи а на ковре они принципиальные соперники никита последнее время борьбу свою поменял он на лишних движений не делает все рационально все вздумчиво тактика уже ставится каждый против с каждого тяжеловеса это дало ему результат соперников много 22 года мастер спор мастер спорта андрей на год старший тоже мастер спорта но в российской федерации андрей имеет уже успехи в студенческой борьбе и вот недавно в буквально 8 месяцев назад он очень хорошую борьбу показал в первенстве среди полутяжеловесов и борцов которые борются до ста двадцати пяти килограмм он показал себе разобрались там было чуть позже с чем я вам еще в борьбе в борьбе песке тоже имеет определенные успех успеха в россии и пробовал себя в сумму но сейчас другая как бы борьба за свои родные ну тут уже малая родина заставляет этих борцов отложить все свои мысли все свои опыта и борьбе добывать такое же что иногда на автомате приходится бороться когда соперник неуступчивый две минут осталось минута всего первым периоде хабаров за счет наказание за поощрение ему дали один балл но это могут обоюдно через час его могут наказать конечно аронов не вступает ему центр ковра но понимает истину одной ошибки да в тяжелом весе чуть-чуть провалился неосторожное движение ты уже два балла отдаешь просто спасать не гибкость не колени не не руки поставлены не спасает просто тяжесть большая соперник сто двадцатью пик своими килограммами начинает переворачивать что сделаешь надо и все ты его угол потерял и ты уже проигрываешь и остается 15 секунд показывает про хочет пройти в переднюю ногу никита борется правосторонней стойке аронов почти фронтально но иногда тоже меняет тоже переходит правостороннюю стойку и сейчас отдых да не получилось уже было бы не некоторые попытки для захвата впереди стоящую не получается вы не получилось пока но сейчас тренера дадут ценные указания да и ребята на зубы настроены они очень сильно у 2 крупным планом нам показывают помочил до подошел но максим дал какие-то советы дружат наверно да да здесь дарил до мире и егор николаевич ну да хорошее много хочется активных действий все-таки сегодня есть и оказывается я был не прав никита защищает честь своего alma mater северо-восточнофедерального университета но мы с об этом вчера говорили что в этом году университет решил своих ведущих борцов не отдавать и кувалда до очков выигрышные должен дать никита дай отдать но борцов к сожалению минского района в команда мы за счет мы не берем просто их малое количество стрибе до трое и трое но все трое такие всем помешает да но это тоже хорошо конечно такие крепкие подготовленные ребята но на плане что андрей аронова тренером работает и спарринг партнером тренером работы заслуженный тренер российской федерации сельсов иван николаевич ему помогает сегодня часто видим рядом с ними нашего заслуженного человека участника двух олимпиад а яла лазерова опасное положение завязка здесь да вроде бы у аронова но он проваливается но пока не может поднять плечи голову да ну все так но это активное действие для аронова может сейчас заставить судью отчитать 30 секунд никита это тоже понимать должен но никита тоже почему два не стоит на табло но 20 видать уже наказали андрея но не успел получить свой балл так интер о право право проголился но бобереме схватил все твои дать это колени да не этот как называется боксеры одевает на клинике к пока пока упала арбитр не заметил да это не будет минута 15 всего минут до 13 остается и наказывается никит предупреждает на и замечание до 30 секунд дают за 30 секунд дают но есть да если провести прием по правилам если она вытолкнет да но он просто получит баб да да и а балл с предупреждением ценится больше до хорошей за пятки вот два да уже период выходит не стала из дожидаться халявного балла и арона выходит вперед за счет техническое действие 22 остается 41 но еще по 3 до 32 но потом этого объяснимся выйдем и на этот уровень почему три балла но сейчас на то было 32 впереди аронов а нет сейчас по правилам дается если ты не получил мне отработал ты противник получил 2 2 плюс 1 дается этого разобрались спасибо 13 секунд на никита хабаров 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 гонится гонится но откровенно не уходить сейчас накажут но все равно выше будет потому что два действия время сколько там 5 4 секунды ну за это время он не успеете если упор ну да и но что пока я ерунда бывает такое даймо цвета но и для некоторых это красиво кто как воспитан но все хорошо пока радость до рождаю русской богатырь доволен но конечно поздравить надо его выходом полуфинал очень и не видно да я наборолся но это ему сегодня дает дает не полюбана ошибка но атака была хорошая до технический балл проход ноги вот вот он сейчас в одном положении здесь он не выходил здесь статистическое положение был на следующий атаке он но здесь мог когда его никиты дава возможность было но не стал до конца этот проводить сейчас вот атака будет такая же повторная атака он не провалится скорее поднимается и все но здесь спору нету еще предупрежден был в это время никита и за счет этого пассивно свои действия поощрительный балл еще арона получил молодцы ребята молодые 22 года 23 года уже имеется спортивные успехи так продолжать идем дальше сейчас эти ну конечно надо ковер перевести порядок зала ну честно скажем тесноват для таких игр но это технический момент только но борьба радует до эмоции у меня появились так прямо скажем но сегодня мы ждем еще борьбу 6 65 килограмм да где боролись почти все международные мастера определились полуфиналисты семен владимиров петр захара винокора василий аронов андрей это почти это борцы выйдут по своим весовым категориям в ковер а а ковре б в красных треков мы увидим 65 килограмм айхан антонова бронзова призера 79 килограмм дениса максимова 92 килограмм и на кенте не кенте это и не кентева и 125 килограмм и данила иванова а в синий крико мы видим в ковре а андреевина бекринева 765 килограмм 79 будет сандал горохов 92 ркан нехарухов который сенсационно сегодня проходит полуфинал и 125 килограмм против андрея руна выйдет федор иванов джиганский район дорогие наши любители борьбы болельщики которые болеют даже не знал что такое вольная борьба на сегодня такой день и идут восьмые спортивные игры и напряженнейшая командная борьба идет командная борьба которую мы все выходцы своих ну основные до борцы все выступает кроме травмированных тимура николаева и виктора рассадина все в борцы действующие профессионально занимающиеся вольной борьбой и недавно сменившие рот своей деятельности и все тренера которые перед тренера переподаватели которые работают на ковре с подрастающим поколением взяли из гвоздей свои борцовки и вышли в ковер и первый день в четыре весовых категориях было и все полуфиналисты у нас известны ждем маленечко но сейчас маленькая техническая подготовка после этого мы начнем трансляцию все определены наши то с кем встречается и за какие медали будут бороться все мы знаем и ждем ждем потому что семян сергеевич давай я по маленькой поправку делается полуфинальные складки будут не все медали определены не все а сегодня те кто победившие точно получит да это ну как вы оцениваете вот мы не можем одновременно все ковры показывать два ковра было мы поэтому мы прямом афире некоторые у нас неточности возникает это естественно но я думаю что все те борцы которые должны были с с верхней с нижних но и арханьях аруков мог проиграть обоим и алексею ефимову да и может но видим до федоров ждет решение но мы воспользуемся моментом да мы можем дать и волю своим мыслям и приглашаем всех любителей борьбы сотрудничать генеральным спонсором нашей трансляции триумф инвест который занимается продажей покупкой любой недвижимости и строительством частных домов мы благодарим триумф инвест и благодарим алмаз алмаз кредит сервис крупнейший кредитный союз республики саха якутия который уже на протяжении 18 лет помогает улучшить качество жизни нашим жителям приглашаем всех в эти хорошие генеральный ну которые дали нам возможность увидеть эту трансляцию эти прямые репортажи зале мы видим огромнейшее количество отдавших к и работающих в сфере вольной борьбы заслуженных мастера спорта мы всего не видели и василия гуглева да вы видели мастера спорта вот мелко мы видели красивых волонтеров наших афанасий заболоскова тоже на скорее болеет он за свой команду он по-моему работает федерацией усилданской да да естественно спонсор постоянно руководится с компанией строительные рынки да афанасий его на угла объем до слова глава михаил соров глава таттинского улуса афанасий и василий афанасий видим за нюрбу скорее он болеет но известный капсагаис сунтарский улус в болеет и мы видим да конечно заинтересованные люди которые болеют действительности душой и сердцем за нашу больную борьбу мне здесь подсказывает что по техническому регламенту полуфинальные бои должны проходить дать спортсменам борцам отдохнуть 20 минут да ну это и так отдыхает видать там и мы же по ходу должны привести эти стихи но не дают отдохнуть а если за него иванова андрея воронова но это естественно они буквально пять минут назад боролись но 5 или 10 минут начинаем начинается самый кульмин акционные полуфиналы второго дня вольная борьба а уже споры спортивные игры продолжается у нас первые игры начались понедельник сегодня пятница борьба началась вчера но и сейчас в ковре а ну ковер в будет заняты полуфинальными схватками александр рюмин но вызывает в ковер вы уже айхал антонов и эдуард григорьев здесь сложно выбрать да семен владимиров андрей бекринев но сейчас я в карте там появится мы увидим и мы останавливаемся на ковер в принципиальная борьба мастер спорта международного класса выступающий за польшу борис синим трико эдуард григорьев и кирилл захаров и против в него выгиб бронзовый призер даниил не устроил на секунданте это личный тренер эдуард григорьева да и ответственность тренер нюрбинский борец надежда нюрбей айхан антона личные тренеры бадимир якова заслуженный тренер российской федерации борьба начинается айхал антона в этом году бронзовый призер российской федерации да борьба здесь интересная 5 8 секунд уже прошли пока центр ковра захватил айхан антона борис красным трико да здесь мы увидим всю красоту вольные борьбы тактику стратегию скорость силу пока напрягает ребята работает рука руками работает да за отказом замечание получает эдуард григорьев пейс шестьдесят пять килограмм да я бы разговаривала у нас на нем русский вес мы всегда в этом месте имеем очень хорошо ну да да леонид спиридонов нынешний министр спорта за да выступавшие последние годы за казахстан но он свои молодые годы и в молодежном возрасте выступал за российской федерации выходил на студенческий мировой студенческий чемпионат выигрывал не сильнейший больше своего времени мирового уровня чемпиона континента азии придет азиатских игры это большие очень большие крупные соревнования для этих стран ну и бронзовый призер чемпионата мира это тоже большой успех таких у нас бронзовый финале боролся в пекине в олимпиаде олимпиаде на олимпийские участие олимпийские игры двух олимпийских играх 4 5 место за него это тоже результат но самое главное сейчас министр спорта нашей республики непосредственно руководит и все понимает что надо делать пожелаем успехов возвращаемся к борьбе захват центра ковра он поощрительный балл получил айхан антонов но это еще не значит еще минуту бороться первом периоде но такая тактическая борьба идет борьба за ошибку да естественно ждут моменты очень скажем идет равная такая потене техническом плане борьба но сейчас увидим себя ведет будем вести будет война стараться контролировать голову да ну руки головы и плечи контролирует естественно ну и кто тут ошибется или нет но мы посмотрим но должны найти не ждать ошибок да создать момент самому создавать надо ситуацию привязывать полностью в опасном положении григорьев но высвободил одну руку корпусом поддавливает он провалил пара не обвалил но он не успел захватить очень спокойно невозмущенный вид у антонова две секунды в первой все на это одно отдых но теперь он закончился с каждым и минимальным результатом а когда у меня есть это поощрительный балл от судей был но по рисунку по рисунку я свою вот изюминку поставлю мне кажется что все таки айхал антонов сумел навязать свой видение борьбы и эдуарду надо сейчас поменять какие-то действия чтобы выиграть да сейчас он под диктовку сейчас отборолся первый период но даже на ошибки не поймал его тут он опоздал чуть-чуть ну это бывает такой борьбе второй период 6 секунд уже прошло эдуард перешел в другую атаку и системы борьбы начал сама в активном захвате искать руки снизу вот сейчас уже правильный делает но арбитры всего за 15 секунд принимает решение что антонов уходил от активной борьбы но пока устная если так он будет себя вести в ковре он сразу же получит 30 секунд и это уже в пользу будет григорию эдуарда но антонов урок извлек захватил обратно центр и по спаси но они все борцы 61 да но в этом году эхан боролся в россии 65 до подготовился наверное накачался чуть-чуть и не дает это эдуард поддавливает поддавливает на руки подмышки это очень хорошим и перспективный такой захват захват активный захват скажу напоминает классическую борьбу по естественную без захватов как бороться атака и контратака контратака антонова но что режим нет он просто решил но это два балла да это не ну а как обязательно дадут один дали но я думаю два никто не спорит правильно один балл дали всего полтора минут остается но для этого дай временный против него играет на ковырел и доверяется значит проход много классный проход много очень быстрый такой до 10 до теперь уже вверх мастер спорта международных класса эдуард григориев вышел вперед 22 на технический балл до два технических балла минут остается теперь четыре четыре два минута пять секунд за сбив и за работу в партере скорее добавили еще два балла до четыре два пятьдесят восемь секунд осталось но все равно эдуард идет вперед и еще один балл его инициатива сторону григориева нет он решил что да играться не буду естественно прочувствовал момент поймал но первый раз предупредил но не взял баллы второй раз не прости 38 секунд остается 35 ждем очень хорошие это защитные эффективный да эффективное такое проход не получается не даст не даст он достается где-то давать текун медаль из европейских чемпионатов представитель чурчинской улуса урожей из верхней команды оправдывает надежды но я надеялся что антонов сумеет навязать но первых четыре минуты но и в одно положение проиграл четыре балла и все финале восьмых да уверенная победа спортивных игр выходит чемпион 6 спортивных игр весе 57 килограмм представитель чурчинского улуса урожей из верхней верхней вилисской 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 группы гражданин польши выступающий в месте спортивного гражданства выступающий за сборную польши невозмутимый призер многократный призер европейских континента эдуард григорьев поздравляем эдуарда красивая победа вот очень красиво как хорошо прошел ноги захватывает за левую ногу без колен прошел да стоя это мастерство естественно это очень отточенное мастерство скажем сбивает корпусом выносит за борт скажем да опасной зоны за круг безопасную борьбы да михаила ноговицына видели он стоит за оператором видать следит повтор он очень такой михаил ноговицын да он спартаки советского союза призер серебряный призер но про него вы хорошо знаете да молодец с такой своеобразный юмором наш старший брат шустрый но станислав да здесь станислав и денис максимов денис максимов красном трико а про дениса мы что знаем да ну что там говорят знающие люди ну мы знаем что он молодой перспективный а вот сегодня очень хорошо первая атака на ковыре скрявин арбитр степан скрявин сын михаила степановича скрявина нашего заслуженная тренера велики ну первый балл стас уже забрал денис максимов у нас мастер спорта ему до 23 года представляет университет но мастера спорта просто так не получает но он старше на 3 года и первой минуте пока ведет 1-0 станислав чемпион российской федерации все до 20 лет бронзовый призер чемпионата мира среди молодежи да минута прошла мне импонирует борьба станислава тоже такая да школа борьбы как прошедшего сборника да сразу видно не суетится не спешит но в нужный момент взрывается ну партеро особенно да партеро он может любого накатить хотя он напоминаю очень хорошо прошел намного старше весовой категории выступает рабочий вес его от 70 кг он он пропустил он пропустил 74 кг вышел и интересами на галаско улуса видать видать в этой категории не рассчитывать не на кого и поставили статислава свинобоева на 79 кг а в чемпионатах россии и мира он выступает весовой категории до 70 кг но показал но не стал из риска ну решил наверное еще повозиться 20 но денис мастер спорта значит мы просто я не видел борьбу дениса честно признаюсь но увидим может удивить нас это будет еще лучше узнаем кто такой денисма да просто ложная атака чуть-чуть обратный эффект не дала стас контролировал и в активном захвате здесь опасно здесь может совершить нет вытолкнул но сам выходил но баллы то дадут на один дали да ну естественно это же тоже работа итог работы ну 22 секунды остается но это малый ну спокойным проход посадка спокойно посадила счет да ну здесь тут партнер пахнет досрочной победами не стал ножницы ну решил да да пожалел 4 секунды ну правильно 4 секунды это мало для портера портере нужно время минус 10 секунд надо оторвать оторвать сопер тяжести соперника да ну первый период закончился еще 5 вопроса перед станиславом денис не поставил никаких просто активно защищался и пытался уходить от борьбы может это звание вот ну чуть постарше но все равно молодой человек конечно рассвете сил нет он молодой ему 20 ну 20 сколько там 23 23 считается другим возрастом раньше это уже как бы у нас же чемпионата проводится до 23 лет ну не возрастной свои 23 года уже наши а мы с тобой уже детей имели старшие братья завоевали мировую славу да здесь бесплатно сейчас такие уникальные мировую славу поэтому тут сравнивать что-то как-то нет да я уважаемые зрители защиту объединенного мира борьбы ассоциаций выступили просто вот после рио да появилась такие слухи что популярность падает чтобы было больше соревнований специально для телевидения для всего специально в этой категории до 23 взяли потому что там зрелищная борьба чтобы опытных борцов исключить ну это какой то странам ну правильно это остаюсь для популяризации популяризации ну а это второе перед нырком нет ну как здесь я сделал но не закончил атаку сделал не закончил и обратно попадается тот же прием нырок в корпус проход и еще раз посадил да но здесь наверное не посчитали ну а посчитали не посчитали не знаю здесь досрочная победа явно преимущество и в финале восходящая звезда якутской борьбы Станислав Сьюновой в которой борется в другой весовой категории до семидесяти девяти килограмм в интересах родного улуса да и в финале мы скоро узнаем его соперника параллельно идут тоже схватки других ковраг мы стараемся для вас показать наиболее зрелищные наиболее интересные и в командном плане борьбы основных вот конкурирующих команды Мегена Конголазского улуса Усилданского улуса университета и еще Ровчинского да вот эти четыре команды идут до борьбы в борьбе находится ну классно здесь вопросов нету здесь никаких технических действий без перегрешения да поднимает поднимает да 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 сильные ноги Станислава вот и тут уже закидывает снова помогает ногами ну чтоб не накрыли да 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 улыбается да Сафранеева игра видим проходит Иннокентия Иннокентия видим ну еще сейчас выберет какую схватку вся республика увидит остального победителя мы обязательно увидим в финальной схватке завтра он моего возраста тренер он ехав в свое время всех побеждал работой ног от билова да 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 очень хорошо работал но здесь но здесь за иннокентия ну они с детства вместе да они выходцы и игр и Игорь Сопронеев Вилюйского района но здесь интересная борьба должна состояться поэтому давайте посмотрим минимально на наших ну здесь конечно никто им не позволит макулировать часть ну по взрослевших своих ребят давайте скажем так Вилюйского надежда на Иннокентия Иннокентиева а нам на Игоря но Иннокентия Иннокентиев на 4 года старше чем оба участника международных игр Дети Азии в разных поколениях ну игры Дети Азии которые наша республика проводит по инициативе нашего первого президента республики Михаила Пимовича Николаева очень себя доказала показала в мировом масштабе уже как минута прошла какие люди выходят оттуда спортсмены вот и сейчас и следующие игры вот буквально в следующем месяце в Владивостоке будет Приморье сколько стран приедет мы пока не можем сказать но приедет 42 страны предварительная заявка это так говорили во время чемпионата мира по масс-рейсдингу я до слуху там был этот президент арабский шейх ну член Олимпийского комитета Азии он говорил что обязательно добьется чтобы участвовали все страны это очень хорошо она берет размах еще шире мировом масштабе естественно мы это рады нет пока нет далее кишки инакентий инакентиевич инакентиеву инакентиеву да ну поменяли да видать неопытные храна и ну что мы это видели ошибка она исправляется это не ошибка это просто временное недоразумение две минуты отборолись но действий нету никто не хочет рисковать ну ищут моменты ждут моменты вот ложные атаки гаверил игнатиев там намском присвятил нам сколу игнатиев за своего друга переживает наш преклонил свою голову руководитель намской команды на 20 сейчас один балл инакентиеву инакентиеву но это еще не преимущество да ну это ну это подарок поощрение поощрение подарок на иной раз исход поединка решает поэтому тут все может быть поэтому давайте я думаю я думал что игр с афранией будет другую тактику применять против инакентия я думаю что он будет подавлять с первых минут на функциональную надежде свою функциональную возможность так как игр очень выносливый очень сильный ну он занимается и капсагаем особенно но выступает в интересах намского луса и силовых видов спорта ну вадим 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 что-то ну вадим семенов хитро улыбнулся еще и они то борьбу знает полностью естественно вместе тренировались вместе выступали сейчас работает руководителями тренерами 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 вадим